Идет запись. Для тех, кто к нам только присоединился и смотрит записи, мы отвечаем на вопросы. Уже мы просто поздоровались и сейчас мы отвечаем на вопрос, откуда берутся профиля для видеосъемки для камер Canon Nikon. Очень популярный Nikon Picture Control и Canon Picture Style. И я сейчас показываю сайт nikonpc.com, на котором огромное количество презентов для Nikon уже есть. Их можно подстраивать, их можно выбирать, скачивать, смотреть на свои какие-то фотографии. В общем и целом, вот она кнопка Download, самая главная желанная. Выбираете профиль, как-то его настраиваете, скачиваете. А дальше загружаете по инструкции к вашей камере на карточку памяти и внутри, в меню камеры указываете применить этот Picture Control. То есть Picture Control, раздел, инструкции к вашей камере. Читаете, пользуетесь. Это что касается Nikon. Что касается Canon, там Picture Style делаются с помощью приложения Picture Style Editor. Сейчас я вам его покажу. Одну секунду. Где он тут у нас? Picture Style Editor. Вот, приложение, которое, ну по сути, сюда надо перетащить какое-нибудь изображение. Сейчас я что-нибудь найду, даже не знаю чего. Сейчас есть у меня на рабочем столе что-нибудь. Вот, что-нибудь с фото выезда. Я, правда, не знаю, что там. Ну, вот какие-то ребята обнимаются. Я не знаю, что это за картинка. Ну, не судьба. А, сюда, по-моему... Сейчас. Секунду. Что-нибудь вот там напечатано. Это у нас был в Беларуси фото выезд. Давайте какую-нибудь картинку попробуем. Вы знаете, он, по-моему, CR2 файлы хочет. У меня их нету. CR2 это, соответственно, RAV каноновские. Сюда надо RAV каноновский был, эту программу подгрузить. Вот. Ну, в общем, сюда подгружайте каноновский RAV и начинайте их настраивать. Вылезет окошко здесь сбоку, где можно его как угодно подстроить. Для того, чтобы вам этого делать не пришлось, мучительно долго, неинтересно, сложно. Вот, смотрите, на моем сайте я вам собрал огромное количество этих презетов. Вот, на Kato.ru, в разделе программы, какие-нибудь плагины, например. И вот здесь вот, есть здесь вот 169 цветовых профилей Picture Style для камер Canon, видите, от Kato.ru. Они абсолютно бесплатные, они здесь собраны. Очень много для... Здесь есть инструкция, как устанавливать, кстати, как работать и с Canon EOS Utility, и как их, собственно, загружать непосредственно в камеру. Вот, один мегабайт занимает, и здесь есть 169 предустановок. Вы можете ими пользоваться смело. Здесь есть на все случаи жизни предустановки. Причем есть те, которые предлагает компания Canon непосредственно для видеосъемки, те, которые предлагают профессиональные редакторы, монтажеры. У них есть тоже свои презеты, они тоже в эту коллекцию входят. И есть несколько презетов, которые сделал я, порядка 100. Который я сам использую в видеосъемке. Одна единственная особенность заключается в том, что, посмотрите, на камерах Canon можно подгрузить только три презета. Да, то есть не всего три за всю жизнь, а за раз. Да, то есть вы сейчас вот три подгрузили, вам они понравились, оставили, не понравились. Можно какие-то, хоть все три, хоть один из них заменить. Да, то есть так это работает, отсюда они берутся. Да, то есть, как я показал, да, Kato.ru, программы, плагины. И вот третья новость, да, то есть наборы 169 профилей пикчестайл. Ну или в поиске вы можете написать пикчестайл вот здесь. Для Nikon, nikonpc.com. Надеюсь, на ваш вопрос я сейчас ответил. Сейчас посмотрим, какие еще вопросы прилетели, потому что прилетают они прямо сейчас онлайн. Так, тут я смотрю, что просто... А, я тут вижу, что... Тут просто просят ответить на вопросы, если не успеют посмотреть запись в будущем. Скажу вам сразу, ребят, я готов, если этих вопросов будет немного, а их на самом деле немного. Если вы пришлете мне какие-то вопросы после интенсива, то я с удовольствием на них отвечу. Не будет никаких проблем, если вы мне пришлете там письмо другое. Найду время. Только, ну, не обижайтесь, если я не буду отвечать там вам час в час или в день в день. Через день-другой я обязательно отвечу, я все письма вижу. У меня нет ни одного непрочитанного. Вернее, вот есть сейчас, вижу на экране три непрочитанных, они пришли все только что. Окей, есть еще один вопрос по таймлапс съемки. Нашего зрителя, слушателя, Сергея, интересует вопрос. Вообще, хочется узнать поподробнее про таймлапс. Интересует съемка перехода из дня в ночь. И разница, ну, потому что там сложно снимать, потому что сильно меняется освещенность. От яркого дня до темной ночи. И, собственно, какие-то вопросы были. Я сейчас переключусь на наше видео. И вот, сейчас попробуем вернуться. Та-да, та-да. Вот, надеюсь, вы сейчас нас видите. На самом деле, этот вопрос лучше всего адресовать Андрею. Потому что Андрей как раз таймлапсы снимает очень многое активно. Наверное, надо было даже вам показать его таймлапсы сначала. Но вы видели их, если видели, собственно, материалы рекламные, да, к этому интенсиву. Поэтому я сейчас передам ему слово. И он про таймлапсы вам немножко расскажет. А может быть, даже что-нибудь покажет. В том числе в фотошопе или еще где-нибудь. Да, потому что все программы, которые нужны. Давайте, тут вопрос из двух частей состоит. Вообще про таймлапсы. Повторим базовые вещи про таймлапсы. Если вы снимаете на экшн-камеру, например, на GoPro, то там, в принципе, экспозиция ставится автоматически. И нет никаких проблем с тем, что переходы дня и ночи. Кроме проблемы, что экспозиция может скакать. В зависимости от освещенности или попадания в кадр каких-то световых объектов, источников света. Но в целом на GoPro за 4 года, сколько мы снимаем на GoPro, и я снимаю, проблем нет. То есть ставите просто режим таймлапса на GoPro или на любой другой экшн-камере, которая это поддерживает. Соответственно, потом так же банально склеиваете. В принципе, я смогу, наверное, даже себе показать. У меня какой-то таймлапс был на диске. Если он есть, то покажем. На зеркалке. Необходимо при съемке таймлапса в первую очередь зафиксировать диафрагму. Это можно сделать двумя путями. Первый путь – это использовать мануальные объективы, которых диафрагма настраивается вручную. И второй путь – это такой метод не очень стандартный, немного приотрутив объектив. Или используя отрытую диафрагму. Как это делать? У тебя Canon же есть, да? Да, сейчас принесу. Есть любые камеры, да. Вот у меня на заднем плане, да, можно любую камеру взять на любой откос. Эта проблема проявляется, если диафрагма не зафиксирована. На камерах Canon, Nikon, на любых зеркалках проблема проявляется тем, что экспозиция раз от раза немного... Камера раз от раза немного по-разному закрывает диафрагму. И экспозиция немного скачет. Называется flicker. Появляется такое мерцание на видео, на интервалке, очень неприятное. Избавиться от него потом очень сложно. Надо каждый кадр подстраивать экспозицию на каждом кадре. Для этого, кстати, есть программа, точнее надстройка для Lightroom, называется LR Timelapse. Ее можно скачать, она, по-моему, даже платная. Точно не помню. И она вроде бы как бы исправляет этот эффект. Но если вы снимали не в RAW, если перепад бывает достаточно такой сильный, то уже не избавитесь. Так вот, чтобы избавиться сразу при съемке от этого эффекта, от эффекта мерцания, необходимо диафрагму зафиксировать. Что необходимо сделать? Вы всегда все съемки на зеркалке, все таймлэпс я снимаю в режиме M. То есть всегда вручном. Почему? Потому что экспозамер по мере движения солнца, например, или изменения каких-то условий съемки. Бывает там, ну я снимаю многостройку, какая-то пыль летит там от какого-то трактора, или проезжает автомобиль мимо вас, да, какой-то КАМАЗ. Автоматика работает плохо. Она может сильно изменить экспозицию, делать это неправильно, поэтому я всегда снимаю в режиме M. На автомат в этом случае, надеяться, не приходится. Так вот, мы ставим M, выставляем экспозицию, то есть диафрагму и выдержку. И еще раз хочу напомнить, что если вы снимаете на полностью открытой диафрагме, или вы снимаете на объектив, на котором диафрагма вручную выставляется, этого делать не нужно. Там уже диафрагма фиксирована. Далее, на камере нужно найти кнопку репетировать диафрагму. Так, у Canon 6D она находится вот здесь. Вот здесь кнопочка маленькая. Что происходит при нажатии на эту кнопку? При нажатии на эту кнопку закрывается диафрагма. Кстати, на этом объективе STM, наверное, она не закрывается, да? На STM, да. А у тебя есть классические диафрагмы? Хороший вопрос, сейчас принесу. Так вот, при нажатии на эту кнопочку диафрагма закрывается до того значения, которое вы поставили. И нажав на эту кнопку, зафиксировав диафрагму, необходимо немного приоткрутить объектив, чтобы контакты отошли. Но не полностью, а то он у нас просто отвалится. Немного приоткрутив. И тогда диафрагма будет зафиксирована. И не будет никаких объектив там РОН 24-70, прекрасный объектив. Вот, сейчас я поставлю там диафрагму 8. А, у тебя, наверное, просто камера настроена по-другому. Камера, да. У тебя здесь стоит режим смены. То есть, Андрей, просто камера перенастроена, и эта кнопка отвечает за другое действие. По умолчанию это... Я снимаю на беззеркалке и не парюсь. Да. Еще один момент, что на беззеркалках этот эффект отсутствует. Не знаю, по какой причине мы пытались... Маленькая там диафрагма... Видимо, из-за физики. Может быть, более точная работа... Таких проблем я не встречал. Их нет. Их просто нет. Этой проблемы на беззеркалках просто не существует. Поэтому, если вы смотрите на Olympus или на Panasonic таймлэпсы, то можете не париться, ставить просто диафрагму как надо. Там даже есть автомат. То есть, там все работает классно. Да. Подтверждаю. Да. Так вот. Когда вы... Теперь. Вы все выставились и снимаете, например, закат. Светло, день, все прекрасно, птички поют. Иногда бывает такое, что у нас съемки таймлэпса могут длиться 4 часа, 6 часов. Недавно мы снимали таймлэпс, который длился 12 часов. То есть, там стоял оператор и 12 часов он в машине сидел какое-то время перед штативом. Кофе пил. Ну, в общем, для этого вам нужен, конечно, пульт дистанционного управления, который позволяет делать кадры с определенным интервалом. Такие пульты, как Canon производит сам, так и я использую Young No. Есть проводной вариант, есть беспроводной вариант. Проводной надежнее, батарейки не нужны. Я предпочитаю проводной использовать, если это как бы возможно. На пульте устанавливается интервал. Ну, обычно, какой интервал? Там необходимо, конечно, подсчитывать, но так как мы, когда снимаем, заранее не всегда знаем, где будет использоваться материал, я ставлю там 7 секунд, 10 секунд. Примерно так. То есть, мой расчет на то, чтобы ночью я смог не просто сделать кадр, скажем, при выдержке там 3 секунды или 5 секунд, чтобы я мог еще и этот кадр увидеть, оценить его экспозицию и внести изменения. То есть, я ставлю там секунд 10, например, если снимаю закат. Так вот, начинайте съемку с каких-то значений экспозиции, ставите ISO 100, ставите там выдержку какую-то. И, не знаю, я делаю так, в принципе, мне кажется, этот метод наиболее точен, потому что я после каждого кадра периодически смотрю на гистограмму. И когда я вижу, что уже экспозиция у меня понизилась на ступень, я вручную просто поправляю экспозицию выдержкой. Получается скачок. И этот скачок потом редактируется просто в редакторе, подгоняясь экспозиции на тех двух кадрах. Это на зеркалках. На беззеркалках там можно все это делать немножко проще, там есть автоматика отрабатывается. Там просто встроенная функция, там лэпс, где вы задаете интервал, еще там куча настроек. Да, поэтому если на зеркалке, то я снимаю именно так. Если есть Olympus, на котором есть встроенная функция, более того, это Olympus и склеивает это. И видео получается, и исходник сохраняется. Да, то есть он сохраняет исходники в данном формате, и тут склеивает видео, позоренное опять-таки. Вот, посмотрите сейчас. Ой, не особо видно. Не в фокусе, да? Не в фокусе мы, да. Сейчас я сделаю поменьше яркости сплетчика, на самом деле. Ты просто зачитаешь. Продиктуй просто. Продиктуй просто. Ну да, то есть вот меню, да, смотрите, я могу задать количество кадров. До 900 до 9. Вот, до 900 до 9. Да, ожидания и интервал. И в конце я могу оставить на карточке как независимые фотографии, так и автоматически склеить в ролик, который будет сразу же из камеры доступен. А еще одна маленькая особенность. Вот параметр у многих вызовет вопрос, что такое ожидание, что такое интервал, да, разница. Как раз ожидание это то, через сколько начнется съемка. А интервал это интервал между кадрами. Я ожидание вообще не использую, ноль обычно ставишь и все. А интервал как раз составляет 10 секунд. Не путайте эти параметры. Они тоже, и на пультах тоже самое, дилей и там интервал. И то же самое здесь. Смотри, как называется. Сейчас я хочу, может быть, у меня все-таки получится показать. Сейчас, сейчас посмотрим. В Олимпусе, вот в этом Олимпусе все работает отлично. Я хотел, да, я хотел еще одну штуку показать. Сейчас даже компактно будет. Да, вот сейчас вот, когда экранчик менее яркий, нет, все-таки не видно. Но официальное меню здесь есть, которое посвящено непосредственно таймлапсу. Это не какая-то супер дорогая, это ЕМ-10 камера, которая находится в линейке ОМД в нижнем положении. Но вот самый мой любимый таймлапс, вот он, вот здесь в айфоне. Стандартная камера, абсолютно, да, я не обманываю. Вот она, стандартная камера, вот мы. И вот крайне, если отхватать в край, то у вас будет здесь интервал. Он сам снимает с интервалом, он сам определяет, в зависимости от того, сколько длится интервал, какое будет расстояние между кадрами, какой вообще сам интервал получится. Но умная машина сама все за вас думает. Если заморачивать не хочется, он сам выставляет экспозицию, он сам думает, сколько кадров ему, какое время ожидания, какое время интервала. Сам склеивает этот видеоролик, и получается довольно забавно. Кто за моим инстаграмом следит, вы видели, как вот на полароид сняли фотографию, и как она проявлялась, я снял видео. Вот буквально там три-четыре кадра, да. Вот недавно у меня в инстаграме была картинка, очень забавно смотрится. Я вот не знаю, получится сейчас, если хотите, показать этот интервал. Ну ладно, на самом деле интервал, есть интервал. Если хотите, в чате напишите, я потом покажу вам. Я по поводу использования автоматического режима, могу сказать. Я за зеркалки ничего не скажу, потому что таймлапсы на зеркалках не снимал. Но конкретно на EM-1, в принципе, там разница не будет. У меня была такая задача, она стояла у меня на шестом этаже гостиницы, а внизу происходил тимбилдинг, такая большая игра. Я сделал задержку, потому что мне надо было сначала спуститься. Она снималась интервалом 15 секунд, 2 часа. Ухватил аккумулятора, и стояла автоматика. Кстати, у Олимпуса аккумулятора, действительно, обключается полностью камера, матрица отключается, а потом она отключает. Нет, я с тобой хочу сказать, что стояла автоматика, программный режим. И у меня какие-то проблемы. А был паспортный день, когда солнце, солнце, тучи, солнце, тучи, солнце. И небо в кадре тоже было у тебя. Был в кадре небо, и постоянно тучи и солнце. И в общем-то, каких-то таких вот скачков, которые были по глазам. Нет, я просто еще раз говорю, это замер конкретного. У Кэнона, действительно, у меня тоже такая съемка была. Я снимал авантовый мост в Сочи строительства. Как раз на Кэнона на 7D или на 6D, неважно. То есть тоже я попробовал тогда поставить автомат, и отлично очень сильно скачало. Поэтому на зеркалке не рекомендую, а на две зеркалки, да. Это был конец марта месяца, и начало было съемки в 4 часа дня, а окончание в 6 часов. Если бы я оставил мануальный режим, то у меня бы просто ушло все в черноту. Вот, по поводу мануального, действительно, мы снимаем всегда интервалки на зеркалку. На зеркалку всегда в мануале, потому что недавно были в Петербурге съемка западного сколосного диаметра строительства на Каньяшском острове. Оператор, то есть я там снимал на квадрокоптер, а оператор снимал интервалку, залез на огромную опору, там, высота 50 метров у нее, установил камеру со штативом, поставил мануальный режим, пошел на другую опору, чтобы сделать несколько кадров, и застрял в строительном лифте на полтора часа. Он просто застрял. И съемка была в рав, и, в принципе, удалось вытянуть, да, даже изменения. Даже удалось вытянуть. Конечно, это экстремальный случай, тяжело вытянуть, все в черноте, но, в целом, если вы снимаете на зеркалку, снимаете в мануале, но не очень часто дергаете экспозицию. Когда уже, в принципе, на ступень, даже на полторы, на две ступени, тогда ее не придется поднимать, подгонять. Потом в редакторе я могу показать, даже сейчас, в принципе, как это выравнивается. Но на зеркалке проблемы такой нет, на них снимать легче. Я думаю, мы сейчас как раз к демонстрации перейдем. У нас тут два вопроса. Первый вопрос, он непосредственно сейчас про фотошоп. Если делать таймлапс, собирать в фотошопе, автоматизировали процесс или вручную кадры надо расставлять? Ну, тут я, наверное, скажу, если вы обмотаете к предыдущему уроку, я вам показывал, как выставлять ролики автоматически. Ну, как, вот ролики, да, у меня была папка с роликами, помните? И мы делали так, что они друг за другом выстраивались. Да? Вот если повторить эту же процедуру с кадрами, то вы, собственно, сделаете, сразу же их расставите в нужном порядке и сможете задать нужную длительность для каждого интервальчика. Это достаточно просто делается. В принципе, так таймлапсы и собираются. Это непосредственно, если фотошоп ремонтировать, в программе, которую мы все с вами изучали. Поэтому там особых проблем с автоматизацией как таковой нет. Этой автоматизации не то чтобы много, но она вот такая вот есть. То есть автоматом можно картинки все расставить и автоматом задать их длительность. То есть каждая картинка отображалась, например, там, не знаю, одну десятую секунду. Вот. И все у вас получится. Это непосредственно фотошоп. Но мы сейчас будем это показывать потихоньку. Второй вопрос. Действительно, очень правильно Борис спрашивает про вообще хорошая тема. Что сейчас в стоках продается реально? Я могу сказать, что фотографии сейчас в стоке продать достаточно сложно, потому что отснято уже все. Это уже все есть. А вот такие вещи, как таймлапсы, они в стоках прекрасно продаются. Главное прикольную идею придумать. И вот здесь давайте я действительно все-таки покажу сейчас. Во-первых, свой маленький таймлапсик вот с этим полароидом. А потом, что делает Андрей. Потому что... Прошу, а вопрос про стоки. Про фото стоки был или про видео стоки? Ну да. Ну и видео, и фото. Сейчас же фото они же стали применять. Я все-таки кое-что тоже сказал. Говори. Ну давай, говори. Окей. Давай, расскажи. Дело в том, что, друзья, я хочу сказать, что мы иногда сами не можем подумать. Вокруг нас очень много вещей, которые кажутся нам настолько обыденными, что мы даже не догадываемся, что кому-то может понадобиться фотографировать их. И не только фотографии этих вещей, но и качественные фотографии. Так еще и соответствующие вот этим стоковым принципам, которые можно спокойно публиковать, без оглядок на всякие там какие-то отягощения, связанные там с наслечием надписей, людей и прочее. Вот конкретно приведу вам пример. Я сейчас обращаюсь к товарищу, который про стоки задал. Когда я работал руководителем фотослужбы в компании «Газкомнефть», однажды передо мной поставили, казалось бы, банальную задачу. На целый год вперед надо было создать макеты, открытых ко всяческим профессиональным праздникам, включая День Сантехника, День Строителя, День Экономиста, День Бухгалтера. Я сидел сутки во всех стоках и был просто в шоке, например, от того, что вылезало на тему сантехники. Вы можете догадаться с одного раза. Что вылезало на тему банковского работника. Стандартный набор каких-то типичных долларов, банкнот, монеток. То есть полнейшая чушь. И вот была действительно ситуация. То есть нужно какое-то изображение с очищенными правами. Соответственно автоматически это стоп. Никто же не будет фотографа нанимать на такие вещи. И это оказалось гигантской проблемой. Понимаете? Поэтому я могу сказать, что если кто-то из вас возьмет помните отрывные календарики, тупо отрывной календарик и попытается по нему пройтись. Самое интересное, что самые обыденные явления у нас окружающие, связанные с вашей профессиональной деятельностью, походом в магазин, бытом, это и есть тот материал, который будет востребован возможным стоком. Вы никогда не сможете даже угадать, что могут быть самые такие вещи, на первый взгляд, вообще не требующие того, что на них аппарат наводили. Ну просто кому-то вот так вот понадобится. Надеюсь, что это убедительный бутыллер. Ну да, и речь вообще о таймлапсах и о их качестве для фотостоков. Ну давайте я просто покажу банальнейшую абсолютно вещь. Да, мы решили поиграться. Наверное, я даже вот смогу сейчас своих фотографий показать. Вы не обращайте внимания на то, что я снимаю. Вот, я снимаю котов, здания и как я отдыхаю. Примеры идеи, женщины и прочее, но самое главное это... Вот, 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 вот видео. Таймлапс, банальный. Кто мешает вам наснимать таких вот картинок, там несколько штук, да, то есть, и забавно. Это стандартный таймлапс из телефона, вот и все, да, то есть появилась фотография из ничего. То есть, да, то есть это был просто телефон, который я просто держал в руках, и у меня просто родилась вот такая вот история. Придумывайте прикольные, короткие такие ролики, придумывайте какую-то для них подоплеку и вполне, посмотрите, качество абсолютно отлично, это Full HD, телефон снимает без вопросов, в этом качестве, и все хорошо. Как делается яичница, как что-то горит огонь. Да, 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 совершенно верно. У этого для стоков есть проблема ролика, Андрей. Знаешь, какая релиза. Там да, да, тут надо 4 релиза. Мне кажется, вот Женя правильно сказал, и это краевольный камень. Те вещи, на которые не нанимают фотографов, простые, ежедневные, которые, казалось бы… Которые зачастую нужны в качестве. Ну, они нужны, да, и все вещи нужны практически, потому что когда делают календарь к празднику, по какой-то профессиональной тематике, конечно. Какие-то презентации какие-то, там, брифы, когда задания дают, типа там… Сайты делают, там, необходимые фотографии, слайды или куда-то еще. Покажи какой-нибудь таймлапс. Ну вот, практически весь ролик снят на таймлапсе и много на экшн-камере. Ну, т.е. фактически не смартфон. Да, потом можно смартфон. Вот если есть увеличение, в части кадров, там, вынуждены вопросы. Программное… 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 Программное увеличение. И это… Нужная история. Это может помочь не только в камерах, но и на видео все. А, нет. Понятно. Открыть… Открыть… Может быть, да, я даже отключим. Она неважна. Вот… Эта камера уже летающая. Это не таймлапс. Соответственно, даже, видите, камера стоит, дождь попадает, естественно, машины проезжают. Это съемка на множество камер. День-ночь, пожалуйста. Это автомат движения. День-ночь, да. Вот как раз экшн камеры отрабатывают и без зеркалки отрабатывают нормально в том случае. На Canon, это стоп-моушен некоторые. Так вот, вопрос, да, там был по нормированию. Я, в принципе, сегодня это покажу. Да. А, любое видео, в принципе, можно разнообразить такими вещами очень хорошо. Да, я думаю, что вы сами сможете найти канал Сталформ Инжиниринг и посмотреть все это делается либо Андреем, либо под его руководством. Я думаю, да, сможете посмотреть. Окей. Это, что касалось таймлапса. И сейчас прямо вернемся на одну секунду. Сейчас, секунду. Попробую. Вот. Самое главное, что кто-то у нас хотел сказать еще, самое важное, когда вы снимаете таймлапс, это чтобы картинка менялась. То есть, у меня были операторы, которые не понимали этого. Они ставили камеру, а там ничего не происходило. Естественно. Ну, небо, может быть, бежало. Самый кайф, то есть, или время было недостаточное для того. Самый кайф, когда у вас ничего нет в кадре и что-то рождается, появляется. Нет здания, появилось здание, нет какой-то там, не знаю, чего-то, появилось что-то. Это именно развитие, которое идет много дней, может быть, да, или даже целый день. Это я вам показываю. И что могу посоветовать от себя, да, друзья, если вам таймлапс нужен по работе или вы его только осваиваете, потренируйтесь сначала с разными интервалами, чтобы понять, к чему какой интервал приводит. Начните с самого простого. Возник пешеходный переход с такой высокой точки. Простой пример. Возле Краснопресненской метро или баррикадной, прошу прощения, там высотка и такой балкончик пешеходный. Вот с нее вот видим переход. Посмотрите, что будет с машинами, что будет с патриаршей мозг, кстати. Вот тоже очень удобно. То есть можно спокойно поставить стативчик, взять кофе, там часик поставить, посмотреть. Потому что иначе вы просто будете сталкиваться с неким таким разочарованием. То есть вы, например, поставили интервал, который вроде просчитали с калькулятором, вроде все нормально. А окажется, что у людей там, там происходит какая-то чехарда. То есть эффекты не подходит. Побегали и все, да. Побегали и все, да. А вот такого вот эффекта вау, смены дня, ночи, ночи. То есть обязательно потренируйтесь. Вы должны как бы начать чувствовать, что есть одна секунда, две секунды, пять секунд, десять секунд для движения такого медленного, как люди идут, более быстрого, как машины едут, ну и так далее. Да, и еще выдержка. Снимайте, на длину выдержите? Да. Соответственность, люди смазываются, машины смазываются. Если короткая выдержка, то это все фиксировано, получается такое вот мелькание. Это тоже нужно чувствовать и понимать. То есть без какой-то практики предварительной сразу на какой-то такой вау-эффект вряд ли получится. Конечно. И еще главная рекомендация. Стойте, сколько можете выстоять. То есть снимайте долго. Потому что за полчаса ничего не изменится, вы ничего не увидите. А снимать нужно несколько часов. То есть мы снимаем четыре часа, шесть часов. То есть закат – это часа два, четыре, может быть, в какое время года. Я вижу, что у нас очень много вопросов все-таки непосредственно по качеству. Вы спрашиваете. Вот Борис опять вопрос задает, отличается ли итоговое качество таймлапса в зависимости от того, в какой программе его собирать. Есть программы, которые работают совсем по-другому. То есть действительно уменьшают разрешение. Это на смартфонах программы. И просто у смартфона не очень мощный процессор. Из-за этого уменьшается разрешение. Почти все, что есть на компьютере, оно качество не съедает. Тут в чем секрет. Тут надо взять ваши RAW или JPEG, во что вы снимали, и… Прошу прощения. Все время кто-то звонит. Так вот, нужно взять эти картинки и их, например, в Lightroom пакетно, качественно обработать. Дело в том, что здесь важно что понимать. Таймлапс, как и любое видео, имеет разрешение 320х1080 пикселей. Но обычно. Редко когда 4К. В любом случае это 2 мегапикселя. Ну 4-8 мегапикселей. Все равно это не 20 мегапикселей, которые снимает ваша камера. Поэтому убить непосредственно технические качества фотографий, превращая их в видеоролик, достаточно сложно. То есть, да, вывод у нас какой. Если вы на смартфоне собираете, есть шансы, что программа действительно реально уничтожит качество. Если вы собираете в каком-то серьезном приложении, будь то Lightroom, Photoshop, Adobe Premiere, Adobe, я не знаю, что-нибудь еще. Final Cut, iMovie, Movie Maker. Да, то есть это абсолютно серьезные приложения. Даже в Windows Movie Maker. Они качество ни в коем случае не съедят, потому что там такой огромный запас качества, что прям мама не горюй. Поэтому тут волноваться не стоит. Просто качественно снимаете, на хорошую оптику, с хорошими настройками и хорошо обрабатываете в Lightroom. Я думаю, что здесь в институционном обучении достаточно много курсов. Я знаю, у Федотова есть классные курсы по Lightroom. Если вам что-то будет недостаточно, вы напишите мне. Сделаем с вами отдельно курс по обработке фотографий вот такой вот строительной, архитектурной, потому что я много снимаю. Ребят приглашу. Евгений для «Газпромнефти» огромное количество подобных фотографий отснял. Андрей вообще по работе снимает опалубку, строительство мостов, атомных электростанций и тоннелей. То есть мы как раз вам сможем рассказать непосредственно по архитектурной обработке фотографий достаточно много. Поэтому просто качественно снимайте и никаких проблем не будет. Программа качества не съедает. В этом же, кстати, есть вопрос у нас отдельный по поводу того, видно ли, в какой программе собирался видеоролик. То есть насколько влияет на качество итогового видеоролика приложение, в котором вы монтируете. Мой однозначный ответ, если это топовые приложения, начиная с фотошопа, заканчивая Final Cut'ом iMovie и даже Movie Maker. То есть если это хорошо было снято, если это было смонтировано без использования каких-то специальных, специфичных приложений, вроде DaVinci Resolve, которые занимаются цветокоррекцией. Но отличить DaVinci на глаз тоже сложно, потому что есть много других приложений, которые делают ту же цветокоррекцию. Да, нет. Я иногда угадывал, что у студентов фотографии сделано в Lightroom, потому что специфические виньетки. Да, но есть особенности у приложения, безусловно. Но это фильтры, это же не обработка, это чисто заготовка. В чем сделан видеоролик, понять очень сложно, конечно. Нет. Если вы в Final Cut'е или в Avide, или в Vegas, или в Lumiere. Да когда было аналоговое видео было, тогда очень все зависело от того, на чем оно монтировалось. Да. Да. И более того, эффекты те же там переходы. Я, например, рекомендую больше использовать прямую склейку, не увлекаться эффектами, потому что это только портит картинку и мешает глаз воспринимать тот видеоряд, который вы делаете. Больше лучше сосредоточиться на съемке, на кадре, на композиции, чем на этих переходах всяких. Переход должен отражать внутреннюю суть монтажа. Еще одна маленькая особенность. Вот то, о чем я вам говорил, и может быть вы это не услышали, но я хочу очень, чтобы вы это понимали. Есть видео для ТВ, есть видео для каких-то кабельных каналов, для кино, окей, даже для каких-то учебных фильмов. Обычно большинство из нас такое видео не снимает. Мы в основном снимаем либо свадебный репортаж, это отдельная история, либо мы снимаем видео для Ютуба. Так вот, в Ютубе качество картинки не важно. Более того, люди гораздо меньше воспринимают, гораздо хуже воспринимают качественное видео, снятое в Ютубе. То есть, если вы ведете какой-то супер канал, рано или поздно качество поднимется. Да, сейчас картинка у Макса 100 500 или у Дизнесс хорошо, она шикарная. Но никто не мешал им набирать миллионы людей и новым блогерам, которые начинают свою славу набирать. Никому не мешает плохая картинка в Ютубе. Потому что в Ютубе самое главное содержание. В принципе, содержание всегда самое главное. Но, вот именно для Ютубовских роликов, именно для обзоров, не знаю, расчесов, обзоров, не дай бог, еды. Да, то есть, там качество видео, в принципе, именно в Ютубе, там, куда мы очень много роликов загружаем, оно особого значения не имеет. Если вы снимаете бэкстейдж из своих фотосъемок, то, опять же, качество съемки реального решающего значения не имеет. Круто, если вы можете выдавать хорошую картинку. Более того, современные камеры, они начинают выдавать эту картинку все проще и проще. Вышел Olympus MD M5 Mark II с стабилизатором, который позволяет снимать просто тупо с рук. Тупо с рук. Не используя никаких стадикамов, обвесов и прочего. Сразу же поднялась планка любительского видео. Мы вот в премии продукт года, когда вот камеры смотрели, мы даже просто ввели новую категорию для этой камеры. Любительская видеосъемка на зеркалки, без зеркалки, на все что угодно. И эта камера, безусловно, там будет дело, потому что не надо быть профессионалом для того, чтобы начать качественно снимать. Потому что камера делает все за вас. Современная техника. Мы так спозиционировали. Лучшая любительская камера для киносъемок. Для киносъемок. Пожалуйста. Окей. На самом деле я сейчас попробую вам показать одну штуку. Ты раннера хочешь? Да. Да. Пока ты будешь искать, я как раз немножко расскажу. Есть у компании, есть у них там такой ролик. Он вроде как такой презентационный. Называется раннер, то есть бегущий. Там что интересно. Там снят небольшой ненапряжник по длительности ролик. Просто там некий сюжет. Абстрактный человек бежит, от кого-то убегает, его кто-то догоняет. Похоже, правда, на Якузу, но это все за кадром. И самое интересное, что там вмонтирован в угол кадра то, как это снимал оператор. Вы сначала посмотрите на ролик. И я очень вас прошу обратить особое внимание на действия оператора. Как он держит камеру и какие он осуществляет с ней манипуляции. А потом я немножко дальше вам кое-что скажу про это. Ну точнее, это параллельная съемка. Бэкстейдж мастеровано с плюшкой передачи. ДРАВИН ИСТЕollowам内 ТРЕОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВСИЗА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вас прошу прощения за рекламу, но так оно и есть. Так оно и есть на самом деле. Сейчас вернемся к вам. Вот техника, вот что она меняет, вот как она меняет наш подход к съемке. Я помню, мы с Андреем как раз начинали, а Жене тем более, когда камеры-то, собственно, были большими, стояли на огромных штативах. И я помню, мы для НТВ Плюс Спорт снимали конный спорт, да? Да. Вот, я помню Андрея на кране, на таком подъемнике, поднимали с этой камеры, и детства тут было вообще некуда. Да, сейчас квадрокоптер взлетел и все снял. Поэтому вот так сосредотачиваться на качестве не нужно, если у вас современная техника, более или менее современная техника. Да, я уже говорю о всяких кэнонах, начиная с 550-600D. Да, там все уже шикарно снимается, и испортить это с программным обеспечением достаточно сложно. Давайте сейчас вернемся к вопросам. Я вот сейчас вам зачитаю, тут несколько вопросов было, и один тоже как раз к Евгению, он будет немножко отличаться, вернее, он как раз будет немножко относиться к тому, что мы сейчас посмотрели. Важно, что вот мы увидели. И что спрашивают? Светлана Луговых, надеюсь, я правильно прочитал, задает вопрос. Можно ли продемонстрировать интересные приемы видеосъемки? Такие как перевод камеры с одного объекта на другой, с одновременным изменением резкости и другие. Какие-то красивые приемы, которые позволили бы разнообразить ролик и советы, как такие приемы применять быстро. Ну, вы видели сейчас вот этот вот ролик Олимпус рекламный. И можете, все, что там было, как видите, круто получилось, круто снято, но абсолютно просто снято. Вы можете все это использовать. Только одна проблема, Андрей, что за этой простотой стоят годы тренировок этого оператора. Потому что то, что вы там увидели, друзья мои, это называется почти субъективная камера. Я не знаю, слышали вы такой, нет прием съемки, но это когда снимается с рук, он очень часто, может быть, вы видели в сериалах, любят там, когда идет какое-то напряженное действие, и у вас камера намеренно дрожит, как будто наблюдатель какой-то издалека смотрит. Ну, до абсурда это было доведено Гайей Германика и в сериале «Школа», где вообще как бы без пакетика смотреть этот сериал было сложно, потому что у вас все вот так вот дергалось. Здесь же, вот я очень рекомендую, потому что, по-моему, все-таки видео идет с небольшим дерганием, с задержкой, да, Андрей? Да, конечно. Вы этот раннер, как бегущий, R-U... А я сейчас напишу в чате. Было видно, да. Вы посмотрите его в нормальном качестве, где нет дерганий, и посмотрите еще раз внимательно на действия оператора, потому что в какой-то степени это такой микроучебничек по работе с объективной камерой, правда, помноженный на великолепную систему стабилизации. Конечно, без стабилизации, если бы этот оператор, сколько он ни будет профессиональным, делал бы то же самое, так вот, как он делал, конечно, это было бы немножко по-другому смотрелось, там было бы много рывков. Подверс или стадикамер. Нет, там просто по-другому, там работают мышцы, там работает голова плюс мышцы. Так вот, перевод фокуса, чтобы вы знали, когда вы в кино видите прекрасный перевод фокуса, то осуществляется это, заранее замеряется рулеткой, рассчитывается траектория движения тележки, камеры. Есть такой специальный мальчик, фокус бой, который по специальной алгоритму подкручивает фокус в момент, когда движется камера. Это, конечно, не значит, что этого нельзя делать вручную, вот так, просто. На самом деле, вот Андрей правильно сказал, сейчас техническую сторону вопроса. Камеры современные настолько решают автоматически, без вашего, как сказать, участия, что вам остается только немножечко включить голову и ваш креатив. И дальше, друзья мои, практика, практика и практика. Причем, поверьте мне, большинство вот тех приемов, которые вы видели, увидите в раннере или видели в раннере, вы можете отработать у себя дома, на родных, знакомых, кошках и так далее. Главное правило, и вы должны его запомнить очень хорошо, движется, должен двигаться, должен преимущественно объект, а не камера. Понимаете? В чем проблема любого начинающего оператора? И вот сейчас я вас просто вам дам ключевое знание, которое вас научит всему сразу, как правильно надо снимать, а техника вам поможет это все довести до очень высокого уровня такого визуального, технического качества. Основная проблема всех новичков, которые берут камеры, и даже не очень-то новичков, это задавить свои рефлексы. Вот смотрите, вот сейчас кошка пробежала, я сразу поверну туда голову. Потом мне Андрей говорит, посмотри в камеру, потом я смотрю туда. Человек берет, человек подносит глазу камеру, и продолжает, привлекло его внимание что-то слева, он раз туда, два туда. И ему кажется это абсолютно естественным, потому что он воспринимает камеру как продолжение собственного глаза. Но на самом деле камера это неподвижный телевизор будущий, экран, перед которым сидит неподвижный зритель. Понимаете? Чтобы вам отучиться раз и навсегда осуществлять вот такие перемещения, представьте себе, что у вас в руках зритель ваш, и вот он у вас смотрит, а вы его как бы ведете. И представьте, что вот вы человека так, о, смотри как интересно, а на потолке как здорово, ой, а какая слева красивая штучка, справа, вот представьте себя на месте человека, который в руках оператора, и к которому вот так вот обращаются. Ну представим, что он невесок, да, допустим. И что с вами будет через 5-10 минут? Так вот поверьте мне, то же самое с вами будет, когда вы будете сидеть, если на большом экране, в абсолютно темной комнате, с высоким разрешением, смотреть так снятое видео, у вас 100% через 5 минут у вас появятся приступы тошноты. Потому что это вестибулярный аппарат наш, это физиология в чистом виде. Поэтому учитесь двигаться плавно, осознанно. То есть если вы хотите перевести кадр, ну как бы, ну, интерес, точку интереса сместить, не делайте это рывком. Допустимо рывком есть такие приемы, вот в той же самой субъективной камере, да, которые имитируют переключение внимания живого человека. Да, вспомните фильм «Монстра». Да, но всем этим приемам надо учиться. Они кажутся простыми поначалу. Просто почему вот Андрей правильно сказал, что оператор делает, вот в данном случае конкретно EM5 Mark II Olympus, там какой-то алгоритм осуществлен, который от всех моих коллег, которые там намного круче меня, там как оператора, постановщики, удивляет чем? Там как-то сглаживается панорамирование. То есть оно как-то так вот работает, да, что вот наши огрехи человеческие, операторские, потому что предыдущие были стабилизация, и раньше была, и были попытки сделать, но как только стабилизированную камеру в видеорежиме начинали панорамировать, начиналось обязательно в той или иной степени крупные или мелкие рывки, понимаете? Даже в других камерах сейчас. Да, а здесь эта проблема каким-то образом решена, поэтому, конечно, с такой камерой вам гораздо легче будет учиться. Но тем не менее, главный принцип. Представьте себе, что у вас в руках не камера, а ваш будущий зритель. И обращайтесь с ним так же, как вы хотели бы, чтобы обращались с вами, когда вы сидите перед экраном. Если будут еще какие-то вопросы, с удовольствием ответить. Кстати, по поводу вот этого, один мой преподаватель много-много лет назад, еще в школе учился, стажировался там на телевидении, он называл это поливать. Вот как вы газон поливаете, знаете, вот тут полил, тут полил. Вот так же с камерой человек приходит, и так начинает поливать, поливать начинает. Как это нужно продумать, поставить? Действительно, правильно, Женя сказал. Да, посмотрите, просто даже современные фильмы, очень крутые, красивые, круто снятые. Движения камеры даже там минимизированы. Да, то есть вот, скоро будут «Звездные войны новые». Да, там наоборот, там вообще отказались практически от визуальных эффектов, там Лукас настоял на том, чтобы спецэффектов было по минимуму, чтобы конверной графике в этой части было там 20% от того, что было в предыдущих, вот новых «Звездных войнах». То есть три части за последнее время сняли, и вот там вот это вот прямо убрали. И ничего, нормально все будут смотреть, все будет красиво, просто потому что аккуратно снимали, знали, что делают. Понятно, что мы сейчас в каких-то высоких материях говорим. О простом. Кстати, я хотел сказать по поводу вот этого приема. Ставьте камеру на штатив и потихоньку учитесь снимать. Это тоже вариант, да. И панорамы, панорамы всегда нужно проводить медленно. Ну или монопод сейчас хотя бы. Ну или монопод. Штатив просто заставит стоять на месте. Заставит. И не о высоком, а о практичном. Друзья мои, почему броненосец Потемкин из Эйнштейна до сих пор считается не только классикой, но его разбирают на кадрике до сих пор, несмотря на все спецэффекты. Скачайте, не поленитесь его в хорошем качестве. И посмотрите внимательно. На самом деле все основы монтажа, все приемы без всяких спецэффектов все там есть. Вот бери, раскладывай на составляющие. Будешь так снимать, и на самом деле такие же используют приемы, эффекты, монтаж. Там очень простой монтаж. Там нет никаких... Например, ты смотришь динамика фантастическая. Которая на уровне современных клипов некоторых. Вот. Ну, собственно, у нас родился вопрос из этого. Как раз ребят к вам. Потому что я пытался на него ответить, но меня не слушают. Или я неправильно объясняю. Скорее, второе. Так вот. Сергея интересует последовательность склейки планов при монтаже. Потому что начинающему оператору трудно это делать в лед. Есть ли какой-то принцип, как запомнить крупность планов, как определить их последовательность и так далее. То есть вот на монтаже у нас есть, как я понимаю, ролик, как я поучил ребят снимать снимать, разными крупностями. И я говорил, что просто их чередуйте как минимум, для того, чтобы у вас в кадр было интересно смотреть. Что еще можно дополнить? Что еще здесь можно делать? Есть ли какие-то алгоритмы определения, какие крупности? Сейчас нужно обязательно средний план. Сейчас нужно общий план дать. И это же вот как раз, ребят, к вам. Опять же вопрос, потому что я технарь, и я рассказал всю механику съемки, про фоллоу-фокус, про фокус-бой, это все мы говорили. Но мы не проговорили про такую штуку, как драматургия. Как вообще дать какую-то душу, искорку своему клипу, как сделать его отличающимся от просто склеенного из кусочков видео, которое о чем-то рассказывает. Может быть, есть какие-то советы или какие-то просто идеи, мысли? Начнем с того, что есть понятие вообще монтажный эффект. Есть такое понятие. Первым его исследовать начал, так вот, достаточно широко, это второй наш режиссер советский, который после Эйзенштейна, вернее, первый Эйзенштейн, уже на основе его работы надо играть. Лев Кулешов. Есть так называемый эффект Кулешова. Вот наберите в Яндексе. Азбука кинорежиссера Кулешова. О, отлично. Или Азбука кинорежиссера. Может быть, покажется нудноватым, но прочтите. Я просто сразу хочу сказать, что литература такой вот доступной, ну, понятно, что в авгибской библиотеке там достаточно много чего есть, да? Насчет в открытом доступе или сканетов, я просто не знаю. Я конкретно не гуглил, но можно посмотреть. Но то, что вы, если вы владеете английским, то, что вы в англоязычном пространстве найдете массу чего про монтаж и прочее, но все зависит от конкретных, вот именно как бы рецепт дать, от конкретной вашей задачи, какой вы хотите произвести впечатление на зрителя. На самом деле, я вот всегда, там, в своих лекциях, вообще-то, вот, мега-задача, которую я всегда учу студентов. Начинай думать с конца. Не с того, какую камеру взять, какой этот, что ты хочешь в конце. Вот зритель смотрит твою работу. Зритель смотрит, там, фотографию или видео. Что он должен почувствовать? Вот Андрей, когда он сейчас смотрел его ролик, вот я чувствую просто, я чувствую гордость за то, что у нас это делается. И это видно, что у нас. Это и была задача. Если бы такая задача не стояла, то это был бы просто набор смонтированных кадров. То же самое, у вас стоит монтаж. Ведь монтажа как? Склеил, посмотрел. Срослось, не срослось. Склеил, посмотрел. Так было всегда. Всю жизнь. Раньше только это... Ведь раньше как это было? Делался дубликат пленки. Вы что думаете? Его зелили оригиналом, что ли? Этот дубликат, его там запиливали до ура. Его так запиливали, что там... Нет, я имею в виду еще пленки, кинопленки. Я говорю, кино. Я не... Да. Кино. Кино в том числе. И это было на механических устройствах. Вот его запиливали. Пока не добивались того монтажного эффекта, который удовлетворял режиссера, монтажера, голливудящего продюсера. Не останавливались. Только потом уже все это начистою делали. Это метод проб и ошибок. Но все равно изначально должна стоять некая мега задача вашей съемки. Вы снимаете молодых свадьб. Что вы хотите, чтобы они почувствовали? Чтобы они настолько умирились, что ваши сплакнули? Во! Чтобы у них просто дыхание в зобу сперло от того, как красиво у них было на свадьбе? Во! Если вы хотите просто тупо показать свадьбу, вы просто тупо покажете свадьбу. И какими-то цветными, красивыми фильтрами вы не пользуетесь, это будет тупо видео с конкретной свадьбой, где будут конкретные персонажи что-то конкретно делать. Не более того. На самом деле это и есть основа режиссуры. Я еще наше. Что я сейчас сказал. Самая первая ступенька к тому, чтобы быть режиссером. Я всегда нашим операторам, кто у меня работает в отделе, говорю, поймите, что вы снимаете. Вот в чем суть этого. Мы обычно снимаем механизмы, мы снимаем процессы какие-то. В чем суть? Вы должны знать процесс лучше, чем инженер. Тогда вы сможете это снять. Отлично, правильно. Если это не так, поэтому обучение оператора год занимает у меня, чтобы человек просто понял, что происходит. Дальше. Кто это делает? Кто? Какие? У нас какая-то. Наша компания, другая компания. Где это происходит? Где? То есть помимо крупных планов, бывает, да, оператор придет, зацикливается на съемке вот самого процесса. Он понял, он процесс понял, он говорит, я же процесс понял, что происходит, я же показал. Но я говорю, ну это же происходит, извините меня, в Сочи, да, в горах, какая красота. Да, то есть помимо деталей надо снять красивые общие планы, но они должны склеиться с этими деталями. И, конечно, вот то впечатление, которое хотите произвести, это тоже важно для подбора ракурса и монтажа. Поэтому, задавая к себе вопросы, вы автоматически можете выйти на ту суть, на ту съемку, которая кажется потом классной. Еще один могу дать совет, если вы действительно хотите начать первый делать какой-то осознанный фильм, неважно, даже если это просто будет фильм о вашем ребенке, умеете вырисовать, не умеете вырисовать, сделайте раскадровку, самую примитивную, как бы вот самую-самую простую. И, конечно, могу сразу сказать, что без режиссуры какой-либо, в принципе, ни один фильм невозможен. Вы сами режиссер. Но в чем прелесть режиссура? Режиссура это не профессия. Я вот, вы можете посмотреть в интернете, я не помню, один наш советский режиссер сказал, это где-то в военное время было, что режиссером может считаться любой, пока не доказано оборудование. Чем он себя пользуется? Да, сейчас то же самое с профессией фотографа. То есть фотограф сейчас является любой, так что этим можно пользоваться, понимаете? Это здорово по-своему. Сейчас руки развязаны, техника шикарная, все можно сделать на обычном ноутбуке, который там 20 тысяч рублей стоит. Но, вы знаете, это нам и не снилось. Я всегда помню штатив 10 килограмм, камера 15 килограмм и аккумулятор на 20 килограмм. Ты стоишь по миллиону. Я сейчас тестировал Asus Viva Tab, он стоит порядка 12 тысяч рублей. Планшет на Винде, на Атоме, на четырехъядерном, с двумя, что ли, гигабайтами оперативки. В Windows 10, там, да, при Developer Preview был, там был Movie Maker. Я прекрасно смонтировал видео с Samsung NX1, которое снимает 4К видео. Кодеком H.265, сжимая его, да, то есть, ну, я вам про это говорил, да, что есть такая камера. Вот, и я прекрасно о нем смонтировал ролик, да, то есть, у меня не было, не возникло проблем, да, там, установил правильные кодеки, немножко помучился, чуть-чуть вспомнил, там, слова с забора, вот. Но, в общем и целом, у меня получился нормальный ролик. Опять же, да, от чего зависит итоговое качество видео, да, что не стоит забывать, когда мы нажимаем экспортировать или отрендерить видео, мы выбираем, с каким качеством это будет происходить. И вот это вот качество, оно и определяет, каким будет ролик, да. Поставим мы Full HD, кода H.264 и большой битрейт, да, там будет у нас ролик занимать много места, но он будет качественным. А поставите какой-нибудь там, не знаю, NPEG-2 и маленький битрейт, вот тогда вы почувствуете, что такое плохое видео, да, то есть тут еще просто надо научиться немножко пользоваться программами. Всю азбуку я дал на первом занятии, и мы с Андреем ее давали, тоже обсуждали отдельно, вот тех вот роликов, которые мы вам прислали. Поэтому все в ваших руках. Ну, кстати, по поводу качества, есть еще такой момент, который многие начинающие операторы и монтажеры, ну, особенно любители, они понимают. Яркость кадра должна занимать весь диапазон. То есть черный должен быть черным, а белый должен быть белым. Не серым, никакой. То есть кадр должен быть нормальный. Это сейчас такую девушку, это просто, знаешь, какую... Это цветокоррекция, да. Да, сейчас и фотографии новое в Вене, чистый цвет. И вот фотографы очень успешные. Многие вот как раз стараются снимать с чистым цветом, чтобы вот был и белый, и черный в кадре. Диапазон, да. Все должно быть еще и гармонично. И вот те, кто учатся и могут это делать, даже с обычными, похожими на остальные кадры, вылезают... Во-первых, им проще обрабатывать. И с видео то же самое. Ему проще потом корректировать, делать какую-то обработку, делать какую-то цветовую коррекцию. Потому что у вас уже все хорошо. У вас есть уже и черный, и белый, например, ролики. И то же самое в фотографии. Часто вот у моих коллег спрашивают, почему у тебя такие фотографии классные, ты рассказываешь, как ее обработать, а у меня с моими фотографиями так не получается. Я вот делаю один в один, а у меня не получается. А вы не используете чистый цвет, да, не чувствуете, где черный... Экспозиция, да. Экспозиция, да. Вот. Вроде простая штука, вроде на автомате все работает. А на самом деле, если правильно выстроить план, если правильно выстроить, чтобы задник сочетался с одеждой, например, да, то есть чтобы свет был правильный, от правильной точки направлен. Тогда у вас и обработка будет гораздо проще для вас, и гораздо эффектнее будет смотреться. То же самое с видео. Ну, я опять своих академических копеек вставлю. Давай. В том плане, что если у вас есть, что записать, я вам посоветую одну книжку. Если вы ее, конечно, осилите, то будете просто героическими людьми. Она не то, что... Она не женута, она скорее просто очень такая... Доставляет мозги. Вот такой оператор, Валентин Железняков. Ну, по сути, В. Железняков. Ж. Лезняков. Книжка называется «Цвет и контраст». Купить вы ее не сможете. Тысяча экземпляров было всего, выпущено в свое время в Гибской Бабдике. А в PDF с хорошей версткой, которую вы спокойно на любой плашет загрузите, с иллюстрацией. Там очень много иллюстраций. Там от гештальт психологии до всех технических мудростей на пленке. Там, конечно, про пленку, но про все эти особенности, как видит глаз, там расписано все очень-очень хорошо. И именно адаптировано под нужды оператора. Потом, когда вы вот эту тяготу все пленочного процесса просто отбросите и возьмете камеру, то вы поймете, насколько вы по-другому будете понимать, как манипулировать вниманием зрителя. А это очень важно. Его восприятием, нет, не вниманием, восприятием будущего. Потому что то, что вы видите у себя на ноутбуке, ведь как вот обратить внимание, что многие ролики, как вот делаются там, почему ты их смотришь на любом компьютере, а они на любом компьютере смотрятся хорошо. А ты делаешь свой там на телефон, вроде нормально, загрузил на домашнем, ну ничего. Друг загружает, а у него там фигня такая. Все либо светлая, либо темная. Тоже есть свои вот эти нюансы, как бы как этой обработки. Просто сейчас не надо пока вот это все сильно глубоко внедряться, тем более, что я думаю, Андрей, это будет тема для развития дальнейшего курса. Но выяснить, как видеть глаз, если вы хотите действительно манипулировать вниманием зрителя в будущем, я считаю, не мешает. Вот эта книжка вам может помочь. Окей, давайте к следующим вопросам. Так, секунду, у нас еще парочка есть. Посмотреть по поводу диска, но все же там. А, ну, сейчас, сейчас, сейчас начнем. Что за мысль? Ну, мы почти, почти приблизились к этому вопросу, Андрей, к твоему выходу. Можно ли кадрировать видео? Ситуация, заказчик расстался с девушкой и теперь считает, что она портит все кино. Тогда, ну, собственно, мелькает в ролике. А в нескольких эпизодах сбоку кадра. Хотелось бы кадры сохранить, а желательно, а нежелательного персонажа, собственно, убрать. Хорошо, что уточнили, что она сбоку, они там невесты, например, когда жених и невеста стоят, а невеста... Я даже представляю, Андрей, это объявление про все услуги профессионального монтажера. Разлучу с любимой. Да, конечно, можно. Подректировать видео можно. Андрей, переключи, пожалуйста, я... Да, я включу. Я попробую, я покажу это сейчас. Сейчас, да, Андрей покажет несколько приемов, собственно, видеомонтажа. Вот тот ролик, который мы демонстрировали по строительству Росского тоннеля. Вот этот ролик, там как раз много кадрирования, много пропанорамирования именно по интервальной съемке и даже где-то там есть в тапке видео. Так. Давайте возьмем вот так, Андрей, у тебя здесь премьер, да? Есть премьер, давай я тебя, давай я тебя вытяну сразу. И, кстати, по поводу вот просчетов интервала, пока вот мы смотрим, я часто очень использую, чтобы не открывать премьер, Adobe Media Encoder. Есть он, где-либо лист? Ну, он установился, да. Сейчас, сейчас. Отлично. И After Effects. А, это что такое? Рендер-энджин? А, это просто, да. Все, отлично. Welcome. Вот, ну, сейчас покажу вначале по поводу панорамирования, потом уже интервалки. Кратненько покажу. В фотошопе, по-моему, нельзя. Там, я не знаю, ставится ли, по-моему, Media Encoder ставится только с премьером, судя по всему. Я интервалки первоначально просчитываю всегда в Encoder, чтобы они, просто интервалов много у нас обычно, там, 10-15 и так далее. Первый раз загружается приложение. Вообще, конечно, программа эти быстро стартует. Это вот с 2015 года версия премьера. Первый раз она здесь запускается на этом компьютере. Это будет круто работать. Он породный. Да. Это всё. 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 Я просто закрываю, и я думаю, что откроется. Может, мы нажимаем работать вперед, то есть? Да. Вон он, премьер. Не знаю, почему открывается. Батя, правильно? Да. Что-то как-то... Да. Здесь вниз прокрути, по-моему, внизу будет... Или нет? А, вот тут новый проект. А, да. New Profit Logo их вообще все стало красиво. Обычно предустановки в этих всех приложениях, они не требуют какой-то дополнительной донастройки, если вы не хотите чего-то особенного. То есть, если вы собираетесь сделать свой первый ролик в, там, неважно где, в Photoshop, в Adobe Premiere Pro или в Final Cut, то то, что предлагает изначально программа, оно для начала сойдет более чем и ни в чем вас ограничивать не будет. Ну, прошлогодняя, кстати, съемка. Вот, например, GoPro. Камера GoPro установлена на экран. На... не обязательно с экраном, а на обычный строительный экран. Тут есть искажения и, соответственно, идет съемка строительного объекта. Вот, возьмем сейчас какой-нибудь кусочек и отрежем. Возьмем, наверное, общий план более. Да-да, общий план. Знаете, там стояла две камеры, да? Вторую, я думаю. Арктика. Поинтересно. Какое видео-пробление раньше? Сейчас вышло новое, которое по размерам, как самая лобертичная. О, нет, проблема. У меня экспозиция, она как в Китацке. Сейчас лобертичная лобертичная. В Орландо, 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 в Орландо. Стояли человечки, сухие, которые украли, сделаны еще не суперклеи. Ага, вот и рассказывай. Ну, возьмем, да неважно сколько, сочешь. Какой год был? 2006. Вот видите, в 2006 году GoPro готовилась к тому, чтобы родиться. Да, я был на выставке PMA в Орландо. США. И там у них стоял маленький стендик, такой, 2х2 метра, и первые образцы камер, чуть ли не суперклеем склеены, из лица глаз. Теперь да, теперь прямо нарицательно. Теперь он перед целым. Да, теперь они прямо законодательно. Ну, значит, в премьере, соответственно, мы кладем кусочек на timeline, заходим в effects, здесь есть раздел motion. И, соответственно, ставим ключ на позицию и на масштаб. Далее, здесь вы можете задать начальный вариант. Вот видите, мы можем увеличить. Конечно, я показываю сейчас демонстрационно, но нужно видеть на качество, которое получается. Если у GoPro много решимов, если у вас есть запас, вы можете сильнее увеличивать или меньше. И, например, вот мы делаем такое увеличение. Та самая ситуация, когда 4K видео было бы особенно круто. И увеличивается. Более того, помимо увеличения, вы можете еще использовать само панорамирование. Вот, например, теперь мы в угол, видите, идем. Или наоборот, в другой. Смотрим. Такой виртуальный наезд, да, фактически у нас получается. А также при каком-то масштабе 120%, если и там, и там мы выдадим 120, видите, вот край видео. Вот если там бы была с краю справа эта девушка, которую нужно обрезать, можно было бы просто вот так ее раз и обрезать. И, пожалуйста, мы можем вот такую виртуальную панораму сделать. Еще раз. Вот такая виртуальная панорама. Очень простой прием. Абсолютно не требует каких-то там специальных эффектов. Во многих программах есть, соответственно, у нас настройки позиции и масштаба плюс ключевые кадры. Тут даже, кстати, если вам надо там горизонт подправить, можно еще и вращением заняться. Ну, собственно, вот так можно обрезать. Да. Андрей, все на вопрос, в принципе, я думаю, что я ответил. Да. Сложности нет. И единственное, что хотел, все-таки здесь нет у меня интервалки. По поводу стабилизации там есть вопросы? Да. Давай, покажи, пожалуйста. Вот в прошлый раз я показал, как стабилизировать с помощью YouTube. Да. Потому что очень эффективные, простые алгоритмы есть непосредственно в YouTube. Да. Когда вы загружаете сюда ролик, он автоматом офигительно классно стабилизирует видео. Но если вы хотите сделать это программно с помощью программного обеспечения, то есть я показал, как стабилизируется видео с помощью Final Cut, вот, пожалуйста, аналог этого приема с помощью продуктов Adobe. Это съемка, которая фактически… Что мы здесь снимали? Это поездка зимой, мои личные съемки, поездка зимой в Киргизию на гормоналютную базу Caracol на Isecure находится. Почему эти кадры? Ну, здесь кадры сняты с головы оператора. Вот голова лыжника, соответственно, требующая стабилизации определенной. Хотя голова достаточно стабильная штука. Как был такой ролик… А, давай про курицу, давай покажем. Давай покажем. Вот прям вот пауза буквально. Да, то есть… Сейчас, секунду. Олимпус старается питья себе стабилизацию, хотя давно есть курица. Голова курицы очень стабильна. Вот она, по-моему, да? Мерседеса. Первый вон тоже. По-моему, самый блинный. Это реклама, не обращайте внимания. У вас не было полномочий. Никаких. Привет, ребята. Я Дэйв. Я камераман. Я делаю это профессионально уже несколько лет. Я всегда пытаюсь найти новые и интересные вещи для улучшения. Великобритания. Это где я строю новые риги, новые системы. Попробуй все это. Попробуй все это. Стабильный. И все это мастерит. И у меня есть такое стабильное питье. И я увидел шуми. И это чудо-профессионально. Вообще, я надеюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, конечно, это шутка. Но шутка с большой долей истины, да, потому что на самом деле курица это... Ну, и голова вообще, это очень хороший стабилизатор. Ну, окей, давайте вернемся к стабилизации непосредственно видео. Так, и возьмем, там с палки снимал, с монопода еще, то есть два кусочка, да, один кусочек. Сейчас вот сноубордистка едет. Это Ваня Попов. Ну, тут маленький, да, ремарк, а Ваня Попов очень хороший тотограф. У него стабильные руки. Так, давайте возьмем какой-нибудь кусочек. Ну, вот он теперь скатывается. Что-то... Что-то... Давайте... Давайте... Чтобы его там... Чтобы его там... Вы не пропадаете, пожалуйста, из чата. Вы пишите что-нибудь, вопросы, например, новые, да, потому что у нас же конечное количество вопросов, и мы хотим ответить на большее количество. Мы здесь собрались, это достаточно уникальная ситуация, когда, ну, самые разные люди сидят прямо перед вами и готовы с вами общаться. Возьмем два кусочка. Что было до... Так, можно ли ситрынуть? Я буду монтировать? А, нет, показать до. Я просто работаю с двумя мониторами всегда и работаю на PC. А тут Mac и один монитор. Никогда не работал с одним монитором для видео. Тебя смотрят люди. Да. Значит, есть... Если поставить премьер на русском языке, там, конечно, будут другие названия. И это сейчас, честно говоря, некоторая проблемка. Ты на русском его используешь? Я... нет. Я просто, когда случайно стал русскоязычный, я, в общем, удивился и удалил. Потом поставил. Значит, а видеоэффекты... Вообще, я обычно пользуюсь поиском. Пишу просто stab. Так, так, полон пробел. Полон пробел, да. Стаб. Да. Вот. Варп стабилайтер. По-русски называется стабилизация деформации, по-моему, так. Не знаю, перевод удачный. Вы его просто бросаете на клип. Пожалуйста, на два клипа. Просто перетягиваете, да? Просто перетягиваете, да. Значит, выделяем, заходим в эффект controls. Вон, значит, вначале он анализирует то видео, которое вы выбрали. То есть, не бросайте этот эффект, не используйте его до того, как вы сделали монтаж. В самом начале не используйте. Только уже, когда монтаж готов, я бы рекомендовал его после использовать. Потому что он анализирует долго. Если у вас длинный ролик, не кидайте его сразу на исходник. Потому что, если у вас там съемка час, то вы ее, наверное, никогда не дождетесь с стабилизацией. Это очень долго. Здесь вот буквально 8 секунд, и то мы ждали какое-то время. Далее, что здесь есть? Значит, у Варп стабилайзера есть выбор способа. То есть, он может смягчить движение или сделать без движения. То есть, как будто статичная камера. Обычно используется smooth motion, но motion только в определенных случаях специфичных. Далее, параметр, который говорит о гладкости этого стабилизации. И самый, наверное, важный, один из двух важных параметров – это метод стабилизации. Когда-то была возможность только позиции стабилизировать. То есть, только с двигом самого кадра. Это самый такой метод, ну, скажем, простой. Где-то он может сработать даже лучше. Еще один метод – это позиция, масштаб и вращение. Перспектива. То есть, и кадрирование, и вращение. Да, и кадрирование, и вращение кадров в зависимости от того. То есть, ну, как понимать, как работает стабилизатор? Он находит какие-то ключевые точки на видео и следит за их движением. И пытается сделать так, чтобы эти точки не двигались фактически. Но здесь сложность. Здесь двигается земля, человек статичен в кадре, да, фактически, и так далее. А самый продвинутый метод – это вот как раз деформация. А этот метод хорошо работает. И при съемке именно его нужно использовать, когда вы делаете интервалки с движением. И это позволило вот сделать сейчас интервалки с движением просто с рук. Хотя раньше требовался штатив или даже еще раньше рельсы и тележка. Сейчас это не требуется. Я рассказывал. А, ну, рассказывал. Понятно. Так, далее. Вы выбираете способ того, чтобы присоединить с кадром. То есть просто стабилизировать означает, что у вас появятся по краям черные, да, границы некоторые. Я обычно использую именно этот метод и уже вручную с помощью motion кадрирую и делаю панорамирование по кадру, чтобы у меня не… То есть я мог использовать больше информации, потому что он автоматически может срезать то, что мне не нужно срезать. Поэтому рекомендую использовать его. Но если нужно получить быстрый результат, есть вот один кроп. Да, есть кроп. Он просто кропит квадрат, но границы остаются. Обрезается вручную подкропить до этого, до определенных… до кадра. Далее. Не только стабилизация кроп, но и автомасштаб. То есть автоматически все лишнее обрезается. Вы получаете готовый, отличный продукт. И еще есть момент, когда он стабилизирует и пытается то, что выпало, вот эти вот края, их дорисовать. Работает плохо. То есть если у вас, конечно, человек на фоне чистого неба, например, тогда работает обычно плохо. Вот видите, внизу здесь появились какие-то артефакты. Хотя вот тут вот вроде бы таких глубоких артефактов нет никаких. Да, теперь смотрим. Обычно эти эффекты необходимо просчитать, чтобы они работали более плавно. Хотя на современных, если у вас хорошая там видеокарта, хотя нет, этот эффект вроде на видеокарте не ускоряется. Интересно. Да, вот видите, какие проблемы здесь возникают. Видео плывет. На деревья обратите внимание. Да, видео плывет, и это абсолютно закономерно, потому что вот-вот-вот. Как раз вы видите работу вот этого эффекта, который называется варп-деформацией. Можно попробовать поставить другой метод стабилизации, да? Тогда у нас получаются какие-то скачки. Перспектива. Я на самом деле, честно признаюсь, выбрал самый неудачный кадр для стабилизации. То есть вообще вот это дело стабилизировать плохо стабилизируется. Да, ужас. Мы выбрали и самосъемка неудачная, то есть человек снимал просто с рук. Но даже дело не в руках. Здесь проблема в том, что двигается земля. И автомат, автомату очень сложно понять, что же происходит. Где тут у нас стабилизация. Поэтому, скорее всего, вот в этом примере вы можете увидеть, что такие вещи стабилизируются плохо даже современными средствами. И стараться обеспечить стабильность уже на этапе съемки. Ну вот как раз с помощью или современных камер, или каких-то технических средств. Вроде курицы. Ну или вроде... В шлеме курицы. В шлеме курицы, да. То есть, конечно, когда есть какие-то вот такие движения, это можно стабилизировать в ручном режиме, очень долго и там кропотливо. Но... Что-то хуриц. Вот, давайте то же самое теперь я вам быстро покажу на примере как раз вот строительной съемки. Там все стабилизируется вполне-вполне. Так. А, ну в принципе оно здесь и есть. Добро на кране. Ну тоже, когда камеру так болтает, конечно, не всегда. Ну то есть, если у вас тряска просто на камере, конечно, стабилизируется хорошо. Единственный нюанс есть. Если у вас при этой тряске идет смаз изображение, то есть выдержка длинная, тогда вы стабилизировать не сможете, потому что у вас будет виден смаз. Просто смаз кадра. Поэтому если вы снимаете какие-то динамичные сюжеты, нужно покороче сделать выдержку. И это требует стабилизации потом. Так. Ну вот. Так, где у нас? Тоже вот болтанка плохо, конечно, стабилизируется. А какие-то, какой-то просто тряска, которые длинную, это очень хорошо. Это не так. Так. Ну вот, например. Да, как, кстати, можно отключать эти эффекты сегодня? Здесь от раз, до и после сейчас посмотрим. Вот, видите, движение стало более плавным. Смотрим до эффекта. И смотрим, увеличим параметр смутность. Понятно, что движется больше. Вот, видите, практически горизонт не меняется. Абсолютно практически ровное видео. Плюс, можно, конечно, потом немножко его там повернуть, как надо. Немножко увеличить. И получится вообще такое вот ровненькое видео. Не бойтесь, кстати, увеличивать где-то, потому что, в принципе, достаточно Full HD даже там на 20-25-30% увеличить можно всегда. То есть 120-30% поставить. Это позволит вам по кадру там панорамировать, стабилизировать его. Чего страшного не произойдет. Еще раз посмотрим до. Вот, видите, болтанка какая. И смотрим после. Абсолютно практически ровный кадр. Вот, можете понять, какие кадры не стабилизируются. И двигатель при съемке старается стабилизировать до эффекта. До эффекта. Все? Можно? Да. Извините, как занудок преподаватель, то, что ты сказал, я немножко резюмирую. Друзья, моя точка зрения на это такова, что не вся стабилизация одинаково полезна. Идя на электронную стабилизацию, нельзя рассчитывать на то, а, сейчас как-нибудь сниму, а потом дотяну. Это самое ужасное и в фотографии, и в видео. И, как правило, это только если у вас действительно условия такие, что не позволили лучше снять. Тогда надо идти на это. То есть, надо использовать цифровую стабилизацию, на мой взгляд, все-таки как крайнюю меру, а не как повседневный прием. Потому что хорошие руки, тренированные, правильно, кстати, я, правильно, могу тоже немножко потом сказать, если вы хотите, как это делать. Показать даже скорее, не сказать, а показать. Хорошие тренированные руки, хорошая стабилизация при съемке, даже пусть с помощью каких-то устройств, вот самых простых, как называется эта штука, когда качается. Стадикам? Нет, 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 когда за счет разрисовки. Камера, стадикам. Да не стадикам. Нет, стадикам это, извините, это с гироскопом. Ну да, да. Все путают. Ребята, не надо. Стадикам это сложнейшая, тяжелейшая штуковина, которая нацепляется на фотографа в виде такого кибер-устройства, где используются специальные шарниры, сервоприводы, где используются, главное, там гироскопы используются. Просто стадикамом стали все подряд называть. Я сейчас могу на сантазии. А для начала, если хотите, сейчас, чтобы закончить эту тему, я просто покажу несколько приемов. Давай включим камеру. Да, надо включить камеру. Давай, а потом покажем интервал. Скляете. Да, сейчас у меня тут есть материал. Вот, ура. Да, и так, значит, для начала, как бы, да, вот мы берем обычную зеркалку. Вот, честно говоря, мне пустая линкс, она уже кажется тяжелой. Хотя, когда-то было для меня повседневной, даже более тяжелой камеры были, репортерские. И вот, смотрите, тяжесть камеры, это хорошо или плохо? Вы знаете, это вопрос очень двойственный, как ни странно. То есть, для человека тренированного, по большому счету, не даже в какой-то степени плюсик для видеосъемки. Заметьте, для видеосъемки. Почему? Потому что физику никто не отменял. Если вы попытаетесь взять, например, вот такую легонькую камеру, маленькую, да, там, ну, поменьше, да, у нее инерция будет одна. У этой камеры она в два раза там больше, в три раза больше весит, инерция другая. Это означает, что при попытке панорамирования, как бы, именно так, чтобы вы видели, да. То есть, даже если вы попытаетесь ее слишком резко дернуть, все равно ее масса сыграет в плюс. Но, если, например, будет снимать хрупкая девочка или не очень тренированный мальчик, из современного поколения, которые такие вот худенькие, такие совсем, очень слабенькие, то у него очень быстро устанут руки. Да, поэтому, откуда все эти плечевые обвесы? Во-первых, плечевой обвес это дополнительная, как бы, стабилизация на дополнительную точку. Но, поверьте мне, даже используя просто две руки, вы можете уже создать простейший стабилизатор. Главное, что нужно вам понять, что обычная главная ошибка новичка, он вцепляется в камеру и старается ее всеми силами зажать. И что начинается? Начинается тремор, так называемый. Тремор это не то, что когда у людей крутит ресурс. Тремор это естественная вибрация мышц, каркаса мышечного человечества. Он присутствует всегда в разной степени у разного человека, у каждого человека. И поэтому, если вы вожметесь сильно, схватите камеру вот этими частями, если вы очень сильно ее схватите этими руками и пальцами, у вас обязательно начнет тремор передаваться отсюда. И у вас начнутся микролибрации. И не всякий стабилизатор из зеркальных с ними справится. Поэтому принцип очень простой. Если кто-то из вас занимался стрельбой, то для вас это вообще будет легко понять. То есть, берем очень нежно камеру, держим ее уверенно. Но вот эти части должны быть расслаблены, не напряжены. То есть, у нас напряжено что? Напряжены руки. Идет. Надо почувствовать распределение веса. То есть, вот Андрей, вот сейчас, пожалуйста, встань и толкни меня в спину. Посмотрите сейчас внимательно, что произойдет с камерой в моих руках. Посильнее, посильнее толкни. Еще раз. Видите, когда у меня руки расслаблены, я достаточно легко компенсирую этот толчок спины. То есть, например, если вы будете... Вот представьте, что вы стоите на лодке. У вас вот она, вся лодка качается. Понятно, что это не идеальная стабилизация. Но тем не менее, это самые основные навыки того, как держать камеру. И понятное дело, что у вас будет какой-то вот... Ну, еще лучше костного на пот поставить, конечно. Ну, на пот помогает, конечно. Не всегда, да. Но если на лодке не поможет, то что сама лодка качается. Вот. Но это все требует навыков. Понимаете? То есть, тренировка, тренировка и тренировка. И это все, чтобы это освоить, можно вообще из дома не выходить. Вы можете это все делать у себя, там, не знаю, на кухне, там, с знакомыми, друзьями, детьми, там, не знаю, в школе, на работе, пока на вас не начнут смотреть косы. Но самый главный принцип, да? Вы должны понимать, что надо научиться распределять вес через мышцы. И не сцепляться в камеру, как будто это ваша последняя веревка, которая зависит, вытащится из вас от моря или нет. Еще правильно нужно стоять, ноги должны быть разнесены. Да, ноги, да, прошу прощения. Вы просто показали, я просто не знаю, как это показать сейчас здесь. Ну, да, если вы поставите ноги на ширине плеч и сделаете пол шага вперед, у вас как раз будет такая идеальная позиция. В принципе, это позиция фотографа классическая. Очень много общего. На самом деле, опять-таки, кто вот фотографировал большими телеобъективами или снимал при низкой освещенности, очень все похоже. На самом деле, очень похоже, только здесь вы все это переводите в движение, панорамирование, подошел, отошел и так далее. А еще один момент хочу сказать, что можно использовать какие-то точки опоры, скажем. Вы можете к забору прислониться или поставить камеру как-то куда-то на какой-то, не знаю, на стол. Вы можете поставить камеру где-то там. Главное, использовать какие-то точки опоры для себя, для своих рук и для камеры. Тогда вы можете подружными средствами справиться с этой задачей. Иногда я еще использую ремешок даже бывает так вот раз, натянешь его. Вот сейчас, я сейчас посмотрю, получится показать яркость, убери так. Яркость надо убрать, да? Сейчас. Прямо на минимум. Мы можем, в принципе, туда его загрузить, как угодно. Но так, наверное, быстрее получится. Я вот вам покажу то, что никогда-никогда никакими руками не сделать. Это сейчас будет видно теперь. А, на минимум. Вот, получится. Сейчас на минимум. Сейчас посмотрю еще раз. Ну, собственно говоря, тут неважно качество. Сейчас вы увидите съемку сноса катера надувного, который на очень приличной скорости. Сейчас. Обратите, пожалуйста, внимание на горизонт и на амплитуду движения вот этой вот дуги самого катера. Это работа стабилизации Olympus EM5 Mark II. Сейчас вот еще раз вернется камера. Смотрите, обратите внимание на амплитуду, с какой скачет... Вот, наехал чуть-чуть. Скачет дуга. Вы видите? А горизонт еле-еле перемещается. Вот такого вручную сделать нереально. Такое можно сделать только вот либо с этой чудесной стабилизацией при подвешивании в магнитном поле, либо, я уже не знаю, там, какими-то очень дорогущими штуковинами обвесами. Вот, на меня это очень впечатлило. Я полностью согласен, Женя, что главное до съемки, до монтажа сделать стабилизацию, насколько это возможно. И программный метод – это самый крайний случай стабилизации. То есть это можно использовать как дополнительная стабилизация, может быть. Либо, если у вас действительно тяжелые условия съемки и нет других вариантов, никаких, конечно, надо использовать именно так. Правильно понимать инструмент, правильно понимать его возможности. Вот я продемонстрировал вам, когда инструмент работает плохо, это необходимо понимать, чтобы не оказаться в ситуации, когда вы уже сняли материал, а ничего с ним сделать не можете. Такое бывает очень часто. Поэтому начинайте снимать видео со штатива, старайтесь снимать видео со штатива, и почти все можно снять со штатива. Ну, просто, к сожалению, не везде позволяют снимать со штатива. Я показывал ребятам моноподы, которые с лапками, очень хорошие, стабилизированные. Моноподы – это мастхейв просто. И для фото, и для видео. И для китайских разные. Главное, чтобы голова была хорошая. Для видео очень важно, для съемки штатива, или с моноподами. Очень важна качественная головка штативная. Там вот на этом экономить нельзя. Потому что головка вам может испортить все. Она вам просто может съемку испортить. Ну, кстати, видео головы обычно очень тяжелые. Вот у нас мы применяли Монпрота. Сейчас появились очень компактные. Очень компактные, знаете, вот с таким главным входом, с резинками, которые отталкивают обратно. Ну вот мы купили недавно Бенро статив с видеоголовой. Согласен. Очень удивился о ее компактности и качеству. Просто для меня это было... И я не думал, что такие компактные головы могут быть действительно такими качествами. Но прогресс. Модель, честно говоря, я не вспомню. Так. Это, наверное, вот видео штативы как раз. Вот что-то из вот этого. По-моему, я вам, кстати, советовал именно Бенро, если я не ошибаюсь. Ну вот у них как раз вот, как-то она там... Несколько есть вариантов этой видеоголовы. Ну, по-моему... Есть другая модель, но это тоже, да. То есть тоже серия. Вот такая у нас есть. Очень компактная по сравнению с... 10 тысячи для такого... Да, у нас карбоновый вариант. Это, наверное, алюминиевый 10 тысяч. Карбон там около 15 стоит. Но вот голова S2. Мне кажется, это самая компактная, действительно качественная видеоголова. И более того, они приняли такую интересную здесь систему, чего нет в других штативах. Обычно штатив для фото, да, там голова крепится жестко. И по горизонту уже саму голову не выставишь. А этим отличаются видеоштативы. Но видеоштативы, они стоят по 30 тысяч как минимум. Это дорогие удовольствия. И они тяжелые. Самая проблема для нас, например, мы постоянно путешествуем, постоянно залазим на какие-то горы, краны, строения, дома, балконы и так далее. Проблема даже не в стоимости этого штатива, а в его весе и в его размерах. Здесь почему-то они эту особенность не указывают, да, кстати, на сайте. Вес почему есть? Нет, не вес. А вот этот вот голубенький блок, вот здесь вот, шарнир, да, позволяет вам поставить ноги, а потом отдельно по горизонту выставить голову. Диспланетарная голова. Да. Все верно. Вот эта особенность для видеосъемки очень важна. На продукте года Benro стабильно последние 5-6 лет все время чего-то дарит. Да, вот именно Benro. То есть я использую вот этот штатив конкретно. Ну, даже нет, а вот карпоновый вариант. Да, у них всегда все круто, не помню, по-моему, я вам как раз что-то из... У них соотношение цена-качество просто идеально. Ну, до этого я использовал Manfrotto головы 501-701, вот эти вот, они тяжелые очень. Здесь, конечно, компактность и качество на очень хорошем уровне. В последнее время китайцы стали подтягиваться. Ну, ладно, они и так, знаете, подтягиваются. Вот я вам конкретный монопод посоветовал китайский. Это, да, это конкретный монопод китайский. Но иногда можно нарваться на очень неприятные штуки, которые кажутся хорошими, а как начинаешь пользоваться, не очень. Я вижу здесь пару вопросов. Давай сейчас быстро покажу про интервал. Давай, давай. И пройдем к вопросам. Так, вот этот проход вы могли видеть. Значит, мы открываем премьер и сюда загоняем интервал. Как это делается? Я, кстати, как-то видел неправильные способы, когда, как ты говоришь, как в фотошопе, да? Кадриками это неправильно. Это не надо делать. Мы делаем следующим образом. Мы берем первый кадр и далее ставим вот такую галочку. Image Sequence. Последовательность изображения, по-моему, на русском языке называется, не помню. И, кстати, в Windows по-другому это все немножко выглядит. И все. Нажимаем импорт. И тогда у нас премьер понимает, что это видеоряд. То есть, что это интервальная съемка. Это не классическая интервалка, это интервалка с проходом на атомной станции Ленинградской АЭС-2. Можно вопрос? Да. Ведь вот в таком варианте, как раз здесь, как раз цифровая стабилизация может сработать. Здесь она именно отрабатывает очень хорошо. Именно с проходом. Да. Именно здесь вот эта стабилизация цифровая, она нам позволила сделать эти проходы просто с рук. Покажешь результат? Да, конечно. Результат, и он есть, кстати, в YouTube. А что здесь? Есть такой момент, который называется число кадров в секунду. Мы это в курсе обсуждали. Как, Андрей, правая кнопка мыши, вот этой шикарной машины, по-моему, есть правая кнопка мыши? Нет? Вот она. Два нелюбителя Apple. Да. Не люблю Apple. Вот, смотрите, здесь по умолчанию в премьере стоит 30 кадров в секунду. Почему это важно? Вот вы должны понять, в каком там у вас будет. Идея 30 кадров в секунду в итоге, или 25. Нельзя сделать интервал по 25 и вставить ее в 30. Это будет строк, будет все плохо. Значит, здесь, ну, мы используем 25, мы живем в России, у нас 25 кадров в секунду. Чтобы это по умолчанию было 25, в настройках премьера есть, в настройках самого премьера, там есть пункт по поводу, так, вот оно. Там есть этот пункт, и можно, вот, сразу можно навсегда задать 25, навсегда будет 25. Окей, все. В принципе, эта интервалка у нас здесь есть. Мы ее делаем в таймлайн. Вот как она смотрится без стабилизации. Более того, какой тут у нас. А, ну, на самом деле, я сейчас сделал в исходном качестве, это как бы таймлайн для следующей обработки. Можно создать секвенцию как раз именно с теми параметрами, которые действительно у вас будут. Что здесь хорошо, у тебя есть исходник высокого качества. Да. Здесь не обрезка, не зуммирование вообще. Здесь как раз, да, здесь как раз можно зуммировать. Если не зума, а там запас, поскольку у фотокадров у них запас намного больше. Да, вы снимаете, получается, там в 20 мегапикселя, а вам надо 2 получить, да, на видео в итоге. Понятно, что у вас большой запас. Вот этот запас мы сейчас увидим. Мы сейчас вставим это в Full HD, Full HD. Тут, по-моему, у меня уже адаптированы немножко, может быть, кадры. А, да, это, скорее всего, из камеры. Уменьшенные JPEG официальные, то есть не RAW. Так вот. Бросаем сюда стабилизацию, WarStabilizer. Да, вот в последних версиях Premiere начал вот такую штуку говорить. Мы делаем это вот здесь. Бросаем WarStabilizer. А что за штука была? То есть параметры секвенции должны соответствовать параметру исходного файла. Тогда он стабилизирует. Но вообще этот WarStabilizer появился в Premiere буквально год назад. Раньше этот WarStabilizer был только в After Effects. И в Premiere его просто не было. Поэтому эти ограничения, в принципе, с ними можно смириться. Ну, так, окей, ладно. Будем монтировать так. То есть мы вначале с исходными параметрами создаем секвенцию, перетаскиванием исходного материала. И туда бросаем WarStabilizer. То есть импортировали изображение как секвенцию. Взяли их, бросили там на новую секвенцию и получили секвенцию с такими же параметрами. Стилизация произошла. Стилизация произошла. Смотрим. Практически вообще идеально. Я бы это назвал. Да. Это, кстати, кусочек из той интервалки. А, это другая интервалка. Это не та, которая видеоролики используется. Это я снимал уже после небольшой прохода. Абсолютно. Абсолютно тот же принцип. Нужно удерживать одну точку всегда в одном месте. Центральный. И горизонт. То есть мы, вот, у нас есть, грубо говоря, кран. Мы на него прицелились. На кран. Вот мышкой наведи на него. Да, вот сюда вот. И мы точку фокусировки всегда держим, вот куда мы выбрали. Ну, например, вот сюда. Да, ну, допустим, точка надцентральной. И мы всегда эту точку всегда держим на кабине крана. Когда мы идем, проходим, когда мы снимаем таймлапс. И только тогда у вас получится вот этот моушен таймлапс. Да, таймлапс с движением. Вы идете в бок, обходите какой-то объект съемки, а точка фокусировки остается всегда на одном объекте. И после этого у вас действительно будет недерганная, нерванная, очень мягкая картинка. Естественно, тут только мануальные настройки и желательно мануальный фокус. Да, мануальный фокус, мануальная экспозиция, естественно. И вот тот же самый фликер на зеркалках, о чем я говорил, в начале вебинара, это здесь тоже все работает. То есть вам нужно или открутить объектив немножко, или зафиксировать диафрагму, или снимать на открытой диафрагме. То есть она должна быть фиксирована. Но это на зеркалках. На беззеркалках проблемы, на лимпус я снимал такие вещи, снимаются на ураники, проблем нет. И, конечно, надо понимать, что эффективность цифровой стабилизации, последующей стабилизации, будет тем выше, чем меньше у вас нелинейно двигающихся объектов. Потому что, если вы обратите внимание, все объекты здесь двигаются линейно. Если представить себе обнимающуюся, целующуюся парочку, которую вы обходите широкоугольником, то они двигаться будут нелинейно, более спонтанно. И будет двигаться земля? И там ширина. А, у нас горшка уронила ширину. Да, правильно говорите. Я закончил просто, да? Да, и смотрите. То есть, вот когда вы попытаетесь такой вот motion time lapse сделать, допустим, вы снимаете там свадьбу, хотите это сделать приятным молодым, и вот они стоят, обнимаются там с букетом цветов, вы их обходите, снимаете. То рассчитывать, что вы потом это стабилизируете красиво, лучше не стоит. Тут ваши руки или стаб, который у вас... Тут надо как бы просчитывать движение ваше вместе с камерой больше. Это как раз будет та самая субъективная камера через motion time lapse. Понятно? Правильно. Рисложил. Теперь смотрите. Вот мы стабилизировали это в одной секвенции и сделали, вы помните, немножко раньше, секвенс 01 это Full HD для нашего экспорта. То есть мы хотим, мы же Full HD будем экспортировать здесь, соотношение сторон другое, это как бы другой кадр. Мы сюда эту секвенцию переносим. Вот это вот глупое окно, оно появилось недавно тоже. Теперь мы здесь можем сделать интересные эффекты. Мы можем панорамировать и увеличивать. Давайте начнем с увеличенного кадра. Поставим Scale. Поставим Scale в конце, точку, ключевой кадр. И Scale вначале увеличен до 200. Так как это у вас фотографии, они позволяют значительно увеличивать. Значительно, потому что у нас 20 мегапикселей, а на выходе у нас всего лишь 2. То есть у вас большой запас. И смотрим, как это получается. Не очень быстро. Поставим здесь 400 поставим. Мы хотим. И используем еще Position. Поставим 2 ключевых кадра. Наведем вот на нашу опалубочную систему, которая сверху синего цвета. Как раз мы ее, собственно, и снимаем здесь. И получим. Сделаем просчет. Потому что такие вещи без просчета качество уменьшаются. Как в эту сторону, соответственно, так и в другую мы можем это делать. Я бы на самом деле немножко сдвинул этот момент, потому что в конце хочется посмотреть на результат. И еще здесь есть параметры. Правая кнопка. Как бы интерполяция входа и выхода. Сделаем вот так. Легкий выход. И легкий вход. Опять просчитаем. Ну вот, играя с этими параметрами, настраивая их, просматривая, естественно, вы получите вот такой эффект на интервалке. Это может быть и без движения интервалка, закат какой-то или что-то. Где вы можете делать панорамы и увеличения. Давайте панораму еще покажу, как можно сделать. Ставим масштаб больше 100. Ну, чтобы был запас какой-то. Здесь 150. 150 сделаем. Одинаковые. Сбросим настройки. Вот у нас пока... Ага. Может просто вылечить нам что-то. Теперь, например, сдвигаем. Давайте снизу вверх делаем такое движение идет. Снизу вверх. Для примера показываю, не скажу, что это очень высокохудожественное. Вот, пожалуйста, у вас появилась панорамка. Если бы у вас там была какая-то другая интервалка, это было бы оправданно. Можно сделать не только панорамирование, но и вместе с ним, скажем, увеличение. Обратите, кстати, внимание на то, что в данном случае у нас есть несколько планов. Есть краны, которые спереди, есть непосредственно купол и есть трубы. И когда планы начинают друг друга перекрывать, когда появляется движение, картинка смотрится в два раза более объемной, в два раза более резкой и качественной. Это очень хороший прием, если вы хотите добиться лучшего качества для своих роликов. Используйте планы, которые друг друга перекрывают. То есть вот здесь многоплановая съемка. Это очень здорово. Заметьте, у нас спереди краны, в середине купол, который остается практически неподвижным, но центром кадра нашего. И сзади есть трубы. И когда мы видим вот такое движение, создается впечатление, что все объемное, все 3D-шное. Что это даже практически и не видеосъемка, а какое-то 3D-моделирование. И вот вам, пожалуйста, отличный спецэффект для съемок. То есть используйте так, чтобы один план из-за другого выходил, и ваши кадры, они сразу же по умолчанию станут гораздо более объемными. Да, в принципе, я думаю, что все понятно. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Да, тут вопрос такой. У нас могут разойтись по этому вопросу мнения. Спрашивают нас вообще, что делать со стабилизацией при съемке. Ну вот конкретно вопрос у нас от Сергея по поводу съемки со штатива. Когда мы снимаем со штатива, что делать со стабилизатором, я всегда отключаю. Смотри, какая система стабилизации. В объективе. Очень важно. В объективе. В объективе. Надо отключать. В объективе надо отключать. Это вам написано, это вам любую, даже по большому счету там инструкция. В инструкции это написано, да, совершенно верно. А в камере есть ли стабилизаторы, например, камеры Sony или Olymouth? Насколько я знаю, насчет Sony не скажу, не работал. А у Olymouth Sony никаких ограничений на это нет. Ну вот я снимаю больше на видеокамеру решательного стандарта. Там есть стабилизатор очень неплохой, это камера Canon. И в ней на штативе я отключаю. По той причине, что стабилизатор там сходит немножко с ума бывает на концах панорам. Поэтому, и так, лучше тренируйтесь плавно и хорошо панорамировать с такой головой, с видеоголовой. Можете плавно и хорошо панорамировать видео с стабилизатором. Ваша тренировка будет немного неправильной, да, потому что вы не будете... Естественно, тренироваться надо... Андрей, давайте сейчас это красной строкой, то есть, как знаете, есть такое психологическое маркирование. Так вот, друзья, мы сейчас вам даем установку. Тренироваться надо с отключением вообще всего. Тренируйтесь поначалу без стабилизаторов, на штативе без стабилизаторов, в руках без стабилизаторов. Старайтесь использовать ручной режим, то есть, привыкайте к тому, чтобы обратная связь была. Да, обратная связь была. Тогда вы получите... А уже потом любая вот эта примочка, любое новшество, любая новая функция, она будет вам использована гораздо более эффективно, чем если вы сразу привыкнете к ней. Потому что тогда, например, в чем будет минус, если тот же Olympus вы привыкнет через работу всего стабилизатора. Возьмете какую-нибудь другую камеру, и все, и у вас очень получится, понимаете? А надо, чтобы получалось с любой камерой. Но к любой камере надо привыкать, имейте в виду. Сразу взять в руки, чтобы все получилось, тоже нельзя. Да, и тут мы потихоньку переходим к вопросу, какая экшн-камера лучше для съемки видео и таймлапс. Значит, что касается таймлапсов... Очень-очень вопрос. Да, общий вопрос, совершенно верно. А в таймлапсов, мне нравится... Знаете, сейчас появились защищенные мыльницы. Их делает несколько компаний, и все эти мыльницы, они очень круто работают. Очень круто снимают таймлапс по умолчанию. То есть я сравнивал камеры Fujifilm, я сравнивал камеры Panasonic защищенной, Riko, совершенно верно, от Pentax. И, безусловно, Olympus. Мне... Ну вот к Olympus у меня прямой доступ есть, скажем так. Мне очень Tofu понравились их. Потому что они защищены от непогоды, они имеют корпус полноценной камеры, мыльницы привычной. Они шикарно снимают фото и видео, потому что там большая матрица раз, больше, чем у GoPro. И достаточно мощный процессор у этих камер, который тоже позволяет обрабатывать изображения. Ну там снимать на чуть более высоких ISO и чуть лучше поставлять экспозицию. Может быть, на Аймарсе ты говоришь? Да, 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 да. Вот. Мне очень нравятся эти камеры в плане того, что это вот такой, знаете, гибрид и экшн-камеры, и защищенные камеры. То есть и нечто такого серьезного, где есть какие-то определенные настройки, которые могут вам помочь снимать более-менее профессионально. Сейчас придется ради, надо сказать, что как фото, то есть там качество изображения будет, ну, типовым, не более-менее. То есть как фото, я не скажу, что там прям супер какой-то качество, а вот видео, как бы, да, именно таймлапс и все прочее, я с Андреем подпишусь под каждым твоим словом. Да, я согласен. Вот, то есть, а эта камера все-таки с большой матрицей это имеет значение. Другое дело, что, конечно... Там 1.1.7, да, по-моему? Да. Просто GoPro та та же, или другая экшн-камера более универсальный инструмент. Ну, давайте я просто покажу, про что говорим. Ну, опять же, картинка на фоторежиме, в экшн-камер, но она не настолько хорошая. Ну, вот эти камеры, 860-ая, новинка, прям супер-супер новинка. А, это плеер, ну ладно, неважно. Компактная камера, да, да, да. Да, то есть, вот такой вот. Защищенная компактная камера. Я оранжевый цвет люблю, простите, поэтому именно эта камера у вас. Не там шокугольный объектив. Да, что у нее есть, сейчас, характеристики-то где. Откидной экран для селфи, пожалуйста. То есть, все, что нужно. GPS, всевозможные крепления, в том числе в вертикальном режиме. И запись на карточке памяти, пожалуйста, управление по Wi-Fi. Под водой, правда, не работает. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Сенсор, ну, то есть, сенсор, он явно больше, чем у всевозможных экшн-камер, таких как GoPro. Подожди, водонепроницаемость есть или нет? Водонепроницаемость есть, безусловно. Wi-Fi не работает. А, под водой. Под водой не работает Wi-Fi, совершенно верно. Да, об этом стоит сказать. Это очень часто вопросы. И обратите внимание еще, чем мне запомнилась эта камера. Trupic 7. Хоть и звучит по-русски как Trupic, да? Но работает этот Trupic очень круто. Он используется в камерах OMD, то есть, в профессиональной линейке. И эта штука реально классно давит шумы на такой небольшой матрице. В принципе, очень круто получается. Ну, она, в принципе, для мыльницы хорошая матрица. Да. Ну, это типовая матрица. Я просто к тому, что у экшн-камер такого нет. Но если нужно, и она неубиваемая, она крепкая и все такое. Но если нужно что-то еще более компактное, что можно закрепить на голову. Потому что, знаете, вот Михаил Шумахер у нас сейчас лежит, пытается выйти из травмы своей, которую он получил. И в том числе это было из-за того, что у него была достаточно крупная камера, установлена на шлеме. Именно она пробила шлем. Да, у него был Pro была в рамке в боксе. И если вам нужно что-то компактное, что-то такое, что, скажем так, можно установить, не потеряв аэродинамики. Например, если вы ездите на машине, если вы ездите на лыжах, то я могу посоветовать вот Sony камеры. Они делают потрясающие экшн-камеры. Сейчас. Я не помню прям вот штоп-сайт напрямую, да, то есть вот они. А Z1, да, она не дешевая, то есть ездить гораздо дешевле. Но вот эта вот Z1, она мне нравится по двум причинам. Опять плееру вылезает, интересный магазин. Плеер нам не платит, господа. Но, оказывается, перво в поиске. Молодцы оптимизаторы. Платят в Яндексе. В Яндексе, да, они платят. Контекстная реклама. Гугл, да, это контекстная реклама. Давайте я в чем-нибудь другом открою, потому что у них характеристики не грузятся. Это не очень круто. На самом деле Яндекс.Маркет лучше всего нам подошел. А, или Sony. Я боюсь, просто на Sony.ru будет очень много рекламы. Вот на Bash Photo. Однозначно будут хорошие характеристики. Смотрите, вот эта вот камера, чем она мне понравилась, чем она мне нравится. Во-первых, у нее очень качественный XAVC кодек. Раз. Два. У нее очень качественная оптика. Делает ее ZEISS. Не тот Карл ZEISS, который... Ведь я там ZEISS. 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 Окей. ZEISS. 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 Соответственно, вот здесь она сейчас в корпусе. Вот так она выглядит без корпуса. Вот, пожалуйста, ZEISS. Это не Карл ZEISS, который делает оптику для Sony. Причем оптику не всегда самую дорогую. Это именно тот самый ZEISS, который делает сверхдорогие объективы. Мануальные, но очень красивые, легендарные. Просто для зеркалок и без зеркалок. Тут, что важно понимать. Еще раз воногу, простите. Так вот, это действительно качественная линза. Ни у одной другой камеры такой линзы нет. Поэтому она очень хорошо держит контровой свет, она очень хорошо держит боковой свет, она очень хорошо передает контраст картинке, она отличную цветопередачу имеет. Именно благодаря оптике. И плюс, эти все камеры, они оснащаются... Я вот не помню, конкретно эта модель со стабилизатором или нет. Но, сейчас, вот еще большой, очень высокий битрейт. Да, для... Это профессиональный битрейт. Да, 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 да. Вот, да. Steadyshot with Active Mode. Да, совершенно верно. Здесь есть стабилизатор. У других экшн камер стабилизатора нет. Когда вы снимаете на GoPro видео, то есть, вот для того, чтобы получить те ролики, которые на сайте GoPro, на их YouTube-канале, поверьте, вам понадобится очень много приспособлений дополнительных и очень, очень куриная голова, да, я так скажу. Так вот, здесь есть стабилизатор, который реально эффективно работает. Ни одной другой экшн камере я такого стабилизатора не видел. И именно это делает эту камеру, ну, просто отличающейся, выдающейся среди всех остальных экшн камер. Да, там есть камеры, которые снимают 4К. Есть камеры, которые имеют крепление как GoPro и, соответственно, стоят дешево. Да, то есть, например, Xiaomi камера шикарнейшая, да, то есть, если вы просто любите это все дело, просто хотите себе экшн камеру, дешевую первую, то... Цена ее прекрасна и качество достаточно... Да, сейчас я... Вообще, за эти деньги это прям подарок практически. Вот, я про вот эту камеру, да, E-экшн камера. Около 5 тысяч стоит, базовая комплектация. Вот, на маркете давайте посмотрим. Вот, вот здесь хорошие будут, практически, 5 тысяч рублей, да, то есть, от 4.700 до 7.700. Официальных продаж нет, поэтому можно искать и за 4.700. Здесь, как бы, вы никого не обидите. Это такая же камера, как GoPro по габаритам, вот, которая неплохо снимает, очень неплохо снимает. У нее есть и Bluetooth, и Wi-Fi, и USB, и все-все-все-все-все, что нужно. У нее хорошая матрица, хорошее видео, тут нет никаких проблем с этой камерой. Вот, это дешевый вариант, но без стабилизатора. Если же вы хотите вот именно то самое стабилизированное видео, это вот скорее вот эти вот камеры Sony. Sony, я конкретно сейчас вам говорю про AZ-1, их несколько у них, просто, ну, AZ-1 я держал в руках, и меня поразило качество оптики, качество стабилизатора, конкретно для вот такого вот форм-фактора корпуса. Можно про оптику сказать? Да. Очень важный момент, друзья мои, что надо понимать, что хорошая камера, хорошая матрица, хороший процессор, обработка сигнала, это все здорово. Но оптика как раз процентов на 50 формирует то субъективное ощущение от картинки, которое потом будет видеть как бы зритель, да? И плюс, хорошая оптика, такая как на этой камере, на Sony, на этой, это запас на всякие ухудшения условий. Не знаю, там, залило объектив, там, не знаю, грязь попала, пошел снег, пошел дождь, резко пасмурная погода и так далее. То есть хорошая оптика всегда обеспечит вам четкую контрастную картинку с хорошей градацией полутонов. Оптика не очень хорошая при изменении погодных условий, может просто давать такие засветы в тенях. У вас может настолько контраст портиться, что вы потом просто потратите столько же, больше два раза времени, чем снимали, на вытягивание картинок. То есть, чтобы повыше себя вытянуть. Да, вот эта история была как раз с новой GoPro, да, вышла отличная GoPro, по-моему, Sense она называется, или как-то так. Сейчас, сейчас я скажу, как она. Маленькая, маленькая. Да, 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 сейчас вот-вот она, да, чтобы вы понимали. Session, Session, GoPro Session. Новинка, да, действительно, сезона, вот 7-го числа, 7-го июля ее анонсировали, 12-го она поступила в продажу. Камера, да, у нее много прикольных моментов, но есть один маленький. Они уменьшили объектив, судя по всему, и чуть-чуть этот объектив пострадал. Вот, поэтому вот эта вот камера, она в итоге снимает, особенно при перепадах освещения, при контрастах особенно освещения, чуть хуже, чем GoPro 4-го, Hero 4-го поколения камеры. И поэтому здесь есть определенные сложности. Hero имел в виду? Да, Hero. Вот. Вот, зато за 400 долларов продается. Так что, смотрите, камеры Sony со стабилизатором и хорошей оптикой, камеры Xiaomi с супер маленькой ценой. И вот именно эти камеры сейчас являются клевыми. Что касается GoPro 3 Plus Silver. Вот примерно так же, как она снимает Xiaomi новая. Вот примерно такие же, такую же картинку, такие же характеристики, да, только она стоит 4 раза дешевле. И у нее пока нет проблем вот с процессорами. У меня у самого, если честно, Go 3 Plus Black, правда. И у меня жена, она любительница экстремального спорта. Она постоянно плавает на баре-байдарках, сплавляется на катамаранах по бурным рекам. Она постоянно снимает. Так вот, у Hero 3 Plus Black Edition Hero, да, есть проблемка, она может не всегда включиться. Она может иногда выключиться посреди съемки. Поэтому, ну вот, с этой камерой я ее купил в свое время и все никак не намучаюсь. Да, вот, вроде законодатель мод и все камеры теперь GoPro-шками называются. Хотя, по сути, делают их огромное количество других производителей. Из того, что пробовали, да, Sony клево, да, Xiaomi клево, да, новые GoPro четвертого поколения клевые, кроме вот этой вот Session, да, по-моему. Потому что эта камера, может быть, из-за прошивки пока, может быть, из-за миниатеризации получила определенные такие послабления. Но у нее есть проблемка в том, что эта камера... Господи, я пока говорил, пока смотрел на картинки, которые у меня на экране. Тут Андрей просто смотрит, да. Я просто смотрю, я помню, что у Sony была такая штучка, которая прокупалась к этой камере. Откидной дисплей, превращающий ее практически в классическую камеру. А, это у других моделей, да, там есть несколько моделей. Да, прикольно, что только в этой модели, да. Еще раз в себя добавлю. Мне удалось сейчас на море, в Краснодаре, так немножечко поработать рейку камерой. Знаете, такой симпатичный, такой брусочек с глазком большим. Вот представьте себе, вот маленькая недоработка конструкторов, которая сводит на нет вообще удовольствия работать с этой, в общем-то, неплохой камерой за свою цену. Там кнопка фото расположена рядом с кнопкой спуска так, специфически, что вот когда ты начинаешь действительно экшен ей снимать, у тебя постоянно включается фото. И это очень обозражает. Да, то есть, ну, то есть, вот управление, если вдруг уйти ее рассматривать, очень неплохая камера, она, видите, она с дисплеем, у нее очень прикольный дизайн, она может на руку там и так далее. Но вот с управлением там будет проблематично. Кнопки не продуманы, ни их степень нажатия, ни их расположение. И это приводило к тому, что просто постоянно, не только у меня одного, их у нас там было четыре штуки, там у ребят. Вот, к сожалению, вот если будете рассматривать ее, то имейте в виду, что с управлением там некоторые сложности. А так, очень прикольный девайс на моих сторонах. Дизайн, дизайн не с точки зрения даже визуальный, а с точки зрения как бы конструктивный, забавно сделан. Да, камерка прикольная, держала в руках, тоже в том же орленке как раз. Понравилась, клевая, вот, ну, видите, есть конструктивные особенности у всех. Камера, давайте дальше. Вопросы были там? Ну, вопрос я вижу про, есть ли какой-то алгоритм, рабочий процесс, последовательность действий при монтаже фильма. Ну, мы это уже обсудили, мне кажется. По-моему, подробно очень обсудили. Подробно. Так, про экшн-камеры поговорили, про стабилизацию поговорили. Почты. Да, давайте, по-моему, на почте был какой-то вопрос еще. Про кадрирование поговорили, можно демонстрировать интересные приемы видеосъема. Проговорили. Насколько сильно будет отличаться конечный, тоже проговорили. Проговорили. Так. У нас пара просто там, да? Нет, там все отвечено уже. По-моему, сейчас. Так. Компоновка кадра при видеосъемке. Ну, это тоже самое, что композиция, что и при подсъемке. Не совсем так. Давайте поговорим об этом. Давайте поговорим об этом. Мне нужно тогда видео, переведите, пожалуйста, сюда. Да, есть. Значит, смотрите, вот в Абгике первые два года на операторском факультете изучаются фотографии. Есть некий такой постулат, что кино – это ожившая фотография. Поэтому, если вы хотите вообще про компоновку кинокадра что-то узнать, изучить, то начинать надо, естественно, как совершенно правильно сказал Андрей, с композиции фотокадра. И вообще, я считаю, что любой уважающий себя фотограф, даже если он вроде бы неплохо снимает по мнению окружающих, должен иметь какую-то некую систему в голове, и она никогда не помешает вашей самобытности. Когда там люди говорят, не убьет ли там система таланта, я всегда привожу в пример Малевича, который имел диплом с отличием в Императорской академии художеств по классу классической масляной живописи. И только потом он начал все эти эксперименты, благодаря которым, в общем-то, он прославился. Работу, между прочим, писал шикарнейшие. И таких примеров еще масса. Чтобы нарушать качественные законы, преступник должен их знать для начала. Тогда он будет это делать гениально. Так же и здесь. Но, когда фотография оживает, не надо думать, что все остальные композиционные нюансы сохранятся. Потому что, как только вы начнете перемещать камеру, то есть, вот смотрите, если я, условно, некий киноаппарат, вот это будет видеокамера. То есть, в случае варианта, что это фото. Ну, снял я вот так, перекомпоновал. Потом мне показалось, что я слишком близко нахожусь от этого объекта. Я встал, переместился, перекомпоновал, как-то кадры сделал. Но в кино этот процесс будет виден зрителю. И при перемещении камеры у вас планы, фотографии, объем передается в первую очередь благодаря линейной перспективе и, так называемой, многоплановости. Когда у вас большое количество планов. И когда удается добиться 3-4 и более планов, когда есть передний, средний, дальний, фон хороший, то, конечно, фотография смотрится наиболее эффектно. Особенно, например, пейзаж. Но когда мы начинаем двигать камеру, видео, эти планы начинают перемещаться. И вот вам, получается, придется еще не только управлять композицией кадра, но и тем, как эти планы себя ведут. На втором курсе операционного факультета изучается такая вещь, как раскадровки. Я сейчас вам поясню, что это такое, и перестану вас мучить с этой теоретической частью, вы сразу поймете, о чем речь. То есть, когда надо сделать последовательность кадров, как вот, какой, то есть задача такая, например, какой выбрать угол и точку съемки для того, чтобы человек сидит за столом. Второй входит в дальнем конце комнаты в дверь. И вот он должен подойти и остаться в кадре. Понимаете? Это очень сложная задача. Это уже задача. К фотографии никакого отношения не имеет. Хотя это уже, вот это называется кинокомпозиция. Есть отдельный курс кинокомпозиции, который, это уже развитие... Ну, то считайте, что это курс фотокомпозиции, но только с ожившими планами. Это сложно. Но это больше относится все-таки к постановочной съемке. То есть, если речь идет о документальной съемке, там все-таки к этому по всему можно приноровиться. Но, опять-таки, почитать что-то по ключевым словам фотокомпозиции и кинокомпозиции стоит. Могу порекомендовать, ну, как бы, вот из классики, на самом деле на русском языке очень мало адекватных книг. Погуглите это раз. Могу порекомендовать Н.К. Желудев Композиция фотографии. Вот. Например. Далее по словам. Ну, правда, я не знаю, есть ли она в электронной форме. Это просто, как бы, начиная от античности, композиционные представления, и заканчивая современными фотографическими. Далее ключевые слова для поиска. Кинокомпозиция, композиция в кино, композиция кинокадров. Эти ключевые слова позволят вам найти много интересного. Ну, и, соответственно, кто владеет английским, аналогичные вещи можно поискать в западных источниках. Простите, все звонят. Все звонят и звонят. Так, все? Да, отлично. У нас есть еще один вопрос про клип-монтаж. Это монтаж, когда нету переходов, как таковых, когда рубленый ролик, и когда все очень динамично. Я могу здесь сказать, что к этому все идет. Это такая сейчас тренд и тенденция. Очень не любят всевозможные там fade in, fade out, cross the soul, fade to black, fade to light. Я согласен с этим. Да, вот. Андрей сейчас просто рубит и режет каждый день на работе ролики, так или иначе. И вот у меня тоже знакомые есть, которые работают в кино. Чем меньше этих эффектов вы используете, чем больше эффектов, тем больше фокуса и внимания на непосредственно видео, тем проще вам создать динамику в вашем кадре. Поэтому я сам стараюсь эти переходы использовать как можно реже. То, что мы вот с вами использовали на прошлом занятии при монтаже непосредственно, я просто хотел вам сказать всю широту возможностей непосредственно видеомонтажа в фотошопе. А так я стараюсь так снимать, так выбирать конечный кадр, чтобы, ну и первые, начальные, так, чтобы эти кусочки, они склеивались прекрасно без перехода, и все было, ну вот, этим самым клип-монтажем непосредственно. Просто обратите внимание на кино, которое монтируется всегда в прямую склейку. Да, редкий случай протаивания, очень редкий случай. Вообще, эффекты какие-то переходят от одного кадра к другому, используются в случае, если это оправдано драматургически, сюжетом, да, драматургически. Прошло время, или что-то изменилось, а если действие происходит непрерывно, то это, конечно, прямая склейка всегда. У нас был случай, когда мы смотрели ролик, так скажем, конкурента, не буду говорить, как бы кто и что, и в какой области это было, но там за двухминутный ролик я насчитал 72 кросс-дизолта. Конечно, после 30 секунд просмотра такого ролика глаз просто болит, уже глаза болят, хочется их вырвать и выкинуть, потому что постоянно, постоянно настояние изображения друг на друга. Родилась сейчас идея на ходу, как вам помочь разобраться в этих эффектах и убедиться в словах Андрея. Скачайте какую-нибудь программу для слайд-шоу и попробуйте для начала какую-либо из фотоистории, у вас имеющиеся, наверняка, вы фото что-то снимали. Вообще, эффекты монтажа надо изучать, начинать опять-таки с фотографических, стыков кадров. И вот создание слайд-шоу это лучшее такое начало будущего монтажа, и вы увидите все сразу. Вот, например, этот Fastone Viewer, но это относится к тем, у кого видит Windows, Fastone Viewer, программа бесплатная, напиши, там есть создание слайд-шоу, отличное, встроенная функция слайд-шоу, там 160 эффектов. Просто вам советую, загрузите какую-нибудь историю кадров на 50-60, поставьте, не знаю, 4 секунды просмотра на кадр, не больше 5 секунд, что у меня было. От 3 до 5 секунд. Запомнили, да? От 3 до 5 секунд. И попытайтесь сначала взять эффектов там, не знаю, 20. Потом она очень быстро обсчитывается, очень быстро. В отличие от видео, у вас это все займет процесс там летать будет. Даже на нетбуке это все быстро делается. А потом попытайтесь убавлять количество эффектов, и вот в конце остановитесь, например, одним эффектом, фейдом, или протаиваем. Вы удивитесь, насколько по-другому все это будет смотреться. Вот потренируйте, потому что такие эксперименты со слайд-шоу, конечно, они более-менее времяемкие. То есть они доступны легко. Скачали эту программу, она там 5-6 мегабайт занимает, 5,6 мегабайт. Ну или Lightroom, если вы наше. Или Lightroom. А потом просто отключите все эффекты и сделайте все. Да, попробуйте. И делайте проверку. И посмотрите, да, что вот в слайд-шоу там все-таки более оправданный переход эффектов. Еще и монтажное сочетание. Попробуйте включить спонтанный перебор кадров, и вы увидите, что некоторые кадры сочетаясь друг с другом создают совершенно другой эффект от какого-то сюжета и сцены. Это все равно, друзья мои, практика, практика, практика и практика. Что бы вам умного кто ни наговорил, пока вы это не попробуете, вот то, что вы сегодня услышали, если вы это в течение двух-трех дней не попробуете, то через неделю у вас останется процентов 10 от этой информации. А через две недели считайте, что не останется ничего. Кстати, вот и попробуйте поставить кадры разноплановые и общие кадры с крупными, именно чередовать их, а если вы сделаете все одним планом, никакого эффекта не получится, конечно. Попробуйте даже перемешать в случайном порядке как-то эти кадры. Вот, отлично. Смотрите, мы ответили на все вопросы, которые вы задали. И сейчас у меня есть пара вопросов к гостям. Давайте с Андрея начнем. Андрей, я знаю, что вот ты практически являешься одним из родителей вот этих креплений для GoPro на самолеты. Давай покажем ролик. Вот, расскажи, как это все снимается. Наверняка это интересно, может быть, кому-то, кого-то впечатлит это на подвиги на какие-то. На самом деле, в 2011 году компания, в которой я работаю, компания стала форм-инжиниринг. Мы начали сотрудничать с платежной группой в Байрусь и начали разработку своих креплений. Я там участвовал в этой разработке как не триминатор идей, а придумывая принципы, где-то советую с нашими инженерами. Соответственно, вот такие вещи. Ну, давайте посмотрим короткий ролик, который... Здесь как раз показано, как мы крепим эти камеры. Я это делаю. В принципе, сейчас в какой-то мере это является уникальным. В принципе, уникальная работа. Вот камера, установка в бокс, специальная система, которая стоит на самолете. Только наши безбашенные летчики могут это сделать. Потому что, если она оторвется, потом, если она оторвется, и... Да, да. Прямо что в турбину есть полон-дюбилит, или с полон-дюбилит. Чтобы вы понимали... Да, да. Более того, это... жизни людей, не только деньги. Да, потому что, чтобы вы понимали, птица, влетевшая в кабину Боинга, вот при заходе на посадку, Боинг 737 столкнулся с птицей. Пробило окно, чудом, второй пилот остался с обоими глазами, потому что там были ужасные кратно у него. Первый пилот посадил самолет, успехизировали второго пилота, и это пассажирский Боинг, который, в принципе, рассчитан на такие вещи. Здесь эта птица, она мягче, чем в Упро металлическом креплении. Да, то есть, чтобы понимать... Да, проблема, конечно, в двигателе. Если, например, попадет, ну, если, может быть, боевой самолет, он не так пострадает. Но если двигатель, то, конечно, это... Значит, что рассказать? Крепления, которые были разработаны, были... Разрабатывались в несколько этапов. Все-таки нагрузки на... В первую очередь, конечно, все думают о перегрузках, да, двигатель испытывает перегрузку, когда их вес увеличивается там в 8 раз. Здесь, конечно, оказалось, что ветровые нагрузки при скорости в 800 км в час, они больше чем перегрузки. То есть, на самом деле, на каждое это крепление давит до 200 кг. И это требует определенных инженерных решений. Эти инженерные решения были выполнены, расчеты были выполнены, потом эти крепления были изготовлены индивидуально на заводе из кусков алюминия вырезанных на ЧПУ. Как это выглядит? Ну, недавно я, кстати, в инстаграме выкладывал фотографию с описанием мы эти камеры устанавливаем. В принципе, сейчас я единственный человек, который это устанавливает. Других людей нет. Да, Finder, да, вот я хотел взять, здесь есть съемка в Петербурге недавно недавно была здесь один день, по-моему. Ну вот, устанавливал я здесь камеры на фотосъемки. Эта камера была на выпуске. Да, это на фотосъемке. Какую-нибудь просто покажу вам камеру, которая, ну вот, да, которая показывает всю телоутажную группу. Это я, как видите. конечно, камеры включаются задолго до запуска верителя, потому что необходимо включить, то есть там ставится 10 камер, то есть на самом Гоупру, как мне это трейдер. А Гоупру, в общем-то, запрашивали у нас права, мы им не хотели ждать, но потом они украли в тропаре. Сейчас или... Да, вот просто для нас этим все. Ну и прижимки прижимки. Конечно, все уже набираем. Мы там снять переписку ввели. Ну вот, собственно, камера установлена. Как бы саму систему показать тоже можно. Она, кстати, по-моему, где-то была в этом. Попробую сейчас найти. Расскажи, Андрей, я знаю, что ты пытался снимать с кабины на заре. Да, ну, снимал, я снимал из кабины и, конечно, честно вам скажу, перегрузки очень большие. Получается так, что, когда вы снимаетесь из кабины, скорость движения самолетов, она очень высокая, необходимо знать, где, когда будет какой-то самолет, пространство постоянно перемещаетесь со скоростью 8 км в час и поэтому просто даже уловить, где будет находиться то, что нужно снимать, это сложно, но еще осложняется тем, что камера становится настолько тяжелой при виражах и петле Нестерова, что ее прибивает к коленям и руки с камерой поднять просто невозможно. То есть, ну, если возможно, то с треническими усилиями было очень тяжело. Я все-таки старался камеру как-то держать, у меня была 7D но вот ее вес умножается практически на 10 и вес рук тоже уже учитывается вся кровь уходит в ноги и, собственно, слава богу, сознание не потерял хотя был даже без компрессионных брюк, которые надевают пилоты но им-то они-то если отлучатся то к хронерам пойдет а я если отлучусь никому в принципе дела нет кстати был пакетик но пакетик не понадобился я бы просто выключился и болтался пристрогнутый конечно поэтому и с кабинами было принято решение не снимать и это правильное решение мы теперь просто ставим камеры камеры и в кабину ставятся кстати посмотрим у меня есть и в кабине камеры установлены вот эти камеры уже гораздо проще установить это можно сделать любой человек ничего здесь специального не нужно это по-моему самолет Николая Алексеева левый ведомый пилотажной группы РУС вот там взлетают такие стрижи нет это дикий запоминание это в Петербурге военно-морской реализационный салон вот видите дядь так что вот там где нет нагруза конечно камеры поставить несложно но что я хотел вам сказать по этому поводу крепления Гоу-про весь вот этот опыт установки камер более того я ставил камеры не только на самолеты но и по долгой своей работы мы иногда нанимаем обычный вертолет Робинсон сейчас конечно мы его заменили обычным коптером потому что вертолет который он большой дорогой не позволяет полить их близко и самое главное правило это постараться камеру более жестко закрепить корпусу самолета автомобиля или вертолета то есть когда нет никакого люфта как только у вас есть люфт или какой-то рычаг какой-то вот момент что камера может трястись все изображение на любой экшн камере оно плывет да и камера может не вяжет против никакого люфта к чему в жизни это может привезти очень любят ставить экшн камеры на автомобиле вот вам пожалуйста автомобильное пример как снять видео стабильно на движущемся автомобиле прикрепите камеру действительно по-настоящему жестко корпусу тогда видео не будет трястись кстати я вам показываю эксклюзивные материалы материалы не в монтаже этот материал только снят никакого ролика нет никто его не видел даже пилотажная группа Русь видели только вы сейчас в данный момент сейчас прозвучало еще про то что ты начал снимать с коптерами скажи про свои впечатления перспективы вообще стоит ли задумываться о покупке себе коптера с камерой вот этого дрона но если у вас есть сто тысяч рублей которые вы можете просто выкинуть то покупаете если таких средств нету или вы то есть ситуация такая что коптер вещь достаточно ненадежная он может улететь он может упасть он может упасть и сломаться и стоит обслуживать то есть вот комплект мы приобрели то есть это уже второй второй коптер потому что первый сломался починили нет не чиниться потому что нет запчастей нам заказывать первый это какой у вас DJI Phantom 2 Vision Plus это который со встроенной камерой то есть друзья DJI Phantom Vision Plus чтобы вы понимали это совершенно конкретно законченная модель которая пошла в большую серию она по всему миру продается и пристегнитесь мы в Москве не можем купить для нее запчасти купить Wi-Fi модуль который надо ждать два месяца и заплатить предоплату там 10 тысяч рублей получается так что вот этот DJI Phantom Vision Plus там встроенная камера почему взяли он прост там уже камера есть там уже есть подвес но все такое нежное оказалось что при более того кстати почему он упал оказалось что там вылетели провода из разъемов одного двигателя то есть коптер просто сам это не была ошибка пилота это не было там погодные условия он просто взлетел метров метра на 2-3 и просто в бок свалился потому что с присборки ОТК там где-то из разъема просто что-то вылетит я вам больше скажу DJI Phantom последний по-моему новый как он там называется третий третий с 4К камерой его невозможно когда вы его покупаете его невозможно поднять в воздух у нас привезли нам на фестиваль в ТВист непосредственно такую камеру такой коптер дали мне потому что ну я вроде как умею летать на них и сказали на полетай покажи ребятам я посмотрел на этот коптер то есть на втором-то я в Фантоме летал все нормально успешно а этот медали я понимаю что я не могу поднять его в воздух он не активируется оказалось что сначала нужно 25 минут обновлять прошивку для этого коптера после этого нужно 5 минут обновлять прошивку 2,5 ладно я буду обманывать 2,5 минуты обновлять прошивку для пульта и только после этого он сможет взлететь да то есть покупая коптер даже вот готовое решение коробочное будьте готовы к тому что вам придется очень многому научиться да после этого я еще уставил приложение на мобильный телефон он не хотел подключаться потому что новое приложение от этой компании оно не на всех айфонах айфонах заметьте не на всех запускается в общем сложностей всегда достаточно много даже со всем еще законченными решениями это еще все-таки такая технология которая пока в зачеточном состоянии да просто вы я считаю так если вы готовы в любой момент потерять деньги вложенные в коптер ну как примерно в долг надо давать ровно то что ты готов потерять да да вот если у вас есть Андрей сказал лишние там ну понятно лишних ни у кого нет но вы должны понять что малейшая ошибка не только ошибка да просто сигнал пропадет да помеха какая-то вы можете просто лишиться его сразу понимаете в один момент поэтому как бы если вы к этому готовы готовы рискнуть тогда это конечно увлекательная вещь да я не спорю это действительно интересно позволяет удивительные вещи снимать но я думаю что если вот вы как бы новичок в этой области то надо подождать я просто смотрю сейчас тоже слегка краем глаза наблюдаю за этой индустрией и появляется все больше и больше готовых решений которые например в которых защита от дурака растет просто год от года конечно когда дополняют всякие датчики ультразвуковые локаторы там GPS все это в сумме начинает работать так что его уронить уже становится очень сложно или врезаться куда-то или врезаться куда-то но пока такие коптеры они уже есть и стоят относительно недорого но при этом там как правило камера все-таки не очень высокого качества фактически только у DJI хорошая камера встроенная у Phantom но вот второй честно скажу она снимает фото в RAW видео очень паршивое фото в RAW резкость нормальная но шумы даже на ISO 100 а Parrot 2 как вот для новичков Parrot 2 ну попробовать можно да я могу сказать так если у вас есть потенциальный потенциальный заказчик на такую съемку то можно смело объявлять 25 тысяч рублей за съемочный день ну желательно с монтажом ролика да и то есть 4 таких съемки они окупают вам и даже в плюс выводят ваш коптер за 4 раза он ну плюс 1 еще 5 потренироваться он у вас конечно же не сдохнет то есть скорее всего вы окупите по крайней мере в Москве сейчас окупить коптер все еще можно просто но людей снимающих и делающих это все больше и больше и цена падает в данный момент это уже в принципе людей желающих это делать больше чем людей уже свадьбы начали снимать с коптеров да то есть я вижу фотографов свадебщиков еще кого-то уже начали брать да понятно появились коптеры которые снимают такое посредственное ну знаете качество смартфона видео настроенную камерку которая стоит там 12 тысяч рублей вот но при первом же порыве ветра оно улетает да оно улетает вместе с со стаей какой-нибудь подвернувшийся ряду кстати вот по моему опыту мы второй комплект взяли не со встроенной камерой а взяли комплект который собирали под нас там подвес вот этот DJI для GoPro там передатчик видео видеоэкран отдельный который ставлен на штатив вот этот вариант мне нравится больше когда не вот этот Wi-Fi встроенная камера очень хрипкая конечно камера и по Wi-Fi очень низкое качество передачи сигнала ничего не видно честно говоря так в общих чертах видишь там 320 на 240 но честно говоря снимать сложно поэтому вариант такой когда ставится дополнительное оборудование он конечно дает более качественное но это GoPro чтобы поднять беззеркалку уже нужен коптер за 300 тысяч за 250 да хотя нет сейчас кризис кризис да уже не ну просто цены выросли но в экономической ситуации да и на GoPro то что вы снимете но видео неплохо фото так себе уже в принципе ну я учился летать на Valkyrie Valkyrie это китайский аналог DJI Valkyrie давайте я вам покажу ее да есть такой и конечно нам тренироваться летать смотреть курсы проходить курсы пилота я проходил виртуально на YouTube фактически понимать как это все работает вот у меня вот такой комплект был соответственно я его разбил успешно почему был я его купил но разбил вот сейчас собственно не хочу брать уже потому что конечно на ветре его трясло вот но штучка забавная удобная прикольная и самое главное доступная по цене да можете сейчас посмотреть сколько они стоят прям в чемоданчике продается для того чтобы научиться вполне с хорошим подвесом для как раз GoPro но у меня вот Hero 3 Plus у меня постоянно были проблемы с тем что она отрубалась потому что сама камера по себе отрубается постоянно а вот ну в общем и целом если у вас например что-нибудь Xiaomi вот этой камере которую мы показывали вот эта вот штука будет снимать реально круто ну это вот такой дешевый способ попробовать ну как дешевый да он сейчас наверное 1040 стоит не меньше ну да то есть будьте готовы доступный скажем так недешевый более доступный способ эти деньги вложения потерять причем потерять неожиданно для вас и даже если вы очень уверен все еще все еще есть возможность да вскочить в этот рынок он пока все еще уникален особенно за пределами МКАД и ну Питер в меньшей степени нет для регионов это вообще пока еще для регионов это прям очень даже кстати можно поступить так действительно если свои деньги вкладывать купить просто самую базовую модель немножко полетать привыкнуть к полету дальше поставить на нее подвес поставить видеопередатчик и GoPro и уже чтобы не рисковать сразу 100 тысяч а рисковать как бы базовая модель Phantom Auto стоит 30 тысяч то есть просто без подвеса без передатчика без монитора без камеры 30 тысяч рублей вот попробовать для начала как бы просто поднять его его в воздух тут еще важно понимать вообще-то есть отдельная профессия и это очень важно человек который снимает и человек который летает то есть есть пилот есть оператор у этих вертолетиков и когда вы собственно являетесь исключительно пилотом и оператором в одном лице ну не всегда получится хорошо отсняться поэтому а есть еще техника есть еще да те рекламные ролики которые вы видите обычно на сайтах продающих эти коптеры вы не поверите надо обслуживать насколько непросто было их снять надо обслуживать ремонтировать если что-то у вас отошло разбирать его собирать то есть надо быть знакомым с технической частью ну ладно мы достаточно напугали да да ну что-то клевое что-то клевое котов гонять кстати у меня же есть как раз съемка я здесь по-моему надеюсь что он здесь есть так а ну вот это мой конкурент разогнал вот снимал буквально вчера нет позавчера это строительство эстакады на Челковском шоссе там придется строительство с помощью надвижки она практически уже готова вот я стою а вот там я стою наши сотрудники ну материал сырой абсолютно вот гоу-про режим 3440 подвес вот этот подвес который именно как он называется H3 3d не тот который vision plus там подвес не подвес там честно говоря настолько да коптер болтает там ветер у меня был на 15 градусов вот так не село да заметьте видите дрожит сейчас дрожит нога да виднеются лопасти на самом деле работает как стабилизатор то есть камера сейчас активно стабилизирована на подвесе вот близкие моменты есть к людям даже я специально снимал наших только незаметно не подлетайте к людям пожалуйста очень опасно конечно там моторы работают или в передвесе конечно такая опасная да и пожалуйста имейте визу что существуют объекты которые могут быть режимными и даже запустив коптер рядом с таким объектом вы рискуете не только коптером но и обрести много говоря еще иное количество проблем значит вопрос такой да мы изучаем момент при съемке если вы юридическое лицо или там ифе то вы рискуете очень сильно рискуете там штрафы 300 тысяч рублей и выше и больше плюс конечно какие-то моменты неприятные частное лицо если не носен ущерб если нет ущерба если никого там не дай бог не поранили никуда там не залетели не нарушили секретности то там пока что на данный момент еще область не зарегулирована да и в принципе еще как бы непонятно можно или нельзя вообще нельзя но как бы кто-то должен пожаловать должен путь и там вирекционер то есть конечно это такой здесь тоже есть юридический риск всегда поэтому аккуратнее никого главное не засыпить не задеть тогда вопросов не будет а если просто вот так взлетать пока на моем опыте я это делаю полгода активно проблем пока не было очень большой интерес со стороны если вы взлетаете не как я сейчас со стройки а взлетаете например где-то в жилом районе то каждый уважающий себя старичок или молодой человек или дети начинают там бежать на этот коптер что очень опасно в стадии подходят спрашивают смотрят а задают какие-то отвлекающие вопросы а вы это не управляете коптером да поэтому конечно интерес вы называете с коптером большой просто человек с коптером вызывает интерес все это да не летайте над красной площадью все крайне не рекомендуется не летайте там где много людей это действительно тоже может плохо закончиться если вы здесь снять например мы снимали ну я тестовый полет делал на ВДНХ и конечно прийти на ВДНХ например вечером в пятницу когда там просто много людей это большой риск поэтому я туда приехал в 6 утра и сделал свой тренировочный полет когда никого не было и никаких вопросов ни у охраны не возникло потому что я аккуратненько поднял никого нет никакой опасности не представляю как бы никаких проблем не возникло а вот в Санкт-Петербурге у нас был фотовыезд мы находились в 100 километрах от Санкт-Петербурга в доме отдыха около озера и стоило мне запустить все-таки коптер был в воздух как ко мне подошла охрана и поинтересовалась о что мы собственно снимаем вот я конечно показал вот смотрите у меня тут 100 человек которые учатся соответственно я им показываю как он работает вот видите я летаю исключительно над ними и только после этого от меня отстали это собственно про коптеры давайте про них немножко закончим у нас осталось чуть-чуть времени я вижу что новых вопросов не приходит поэтому у меня еще один вопрос на этот раз к Жене Жене вот в отличие от нас что Андрей что я мы как-то нас в жизни учила видео снимать ты получил классическое академическое образование скажи вот свои вообще такие напутствия у нас осталось вот 10 минут буквально вот люди вот хотят снимать видео хотят начать хотят заниматься все ролики которые в интернете они вот такие вот тут два вопроса ролики обучающие имею в виду и наш курс тоже первое это вообще твои напутствия вообще вот академическое образование операторское чем оно отличается от непосредственно того чему учатся люди сейчас вообще ну и вот до чего доходят снимая на те же зеркалки и отсюда же второй вопрос вообще вот чему тебя учили большая камера и вот ты сейчас много снимаешь на беззеркалки в чем принципиальная разница по облике прежде чем отвечать на этот вопрос я просто пока все сейчас длилось я вспомнил еще одну книжку очень такой для начинающих совсем любительскую 92 года она последняя редакция но она просто вам она есть в электронной версии в собственном доступе с Медынский компонуем кинокадр в чате да это вот прям совсем базовая вещь так вот друзья мои прежде чем Андрей вопрос твой он как ни странно придется отвечать на него сначала с нескольких философской стороны потому что за то время когда я учился то что происходит сейчас изменилось настолько все что я даже не могу сказать просто не могла писать трубой мир поступил я в АПИ 20 лет назад вот в этом 20 лет ну плюс конечно потом я все таки больше фотографий ушел к чему учили ну конечно то к чему учились тогда и к чему сейчас оно пересекается в основе базис то есть я понимаете кино это очень комплексная вещь будь это документальное кино даже вот то что сейчас показывал Андрей казалось приехал на стройку запустил коптер и сидит гребил опадой гонорар это не так друзья мои кино это коллективное творчество причем чем сложнее кино тем больше коллектив и тем сложнее его координация собственно для чего нужен и продюсер вот когда титры смотрите в американском кино там же сколько они идут это же все тоже не просто так не потому что им некуда деньги девать и они там пытаются в американской киноиндустрии там даже есть например у нас был в английском я вот до сих пор запомнил даже такая позиция мне больше всего понравилась запомнил потому что все continue to girl ну то есть продолжительная девушка перевести очень сложно ну то есть например первый помощник режиссера называется best boy да но только странная терминология я у меня есть слова continue to girl это девочка которая занимается всего лишь одной единственной вещью она следит за соблюдением расписания но тем не менее это очень важно там есть кофе бои которые кофе только подносят следят чтобы у всех было хорошее настроение да и было кофе мне так это не странно но может быть это нам кажется немножко более абсурдным у нас многостаночность в крови отечественных киностов да 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 но давайте я не просто так это говорю не потому что мне хочется с вами похихикать да то есть я просто подвожу к чему но из-за технологических прорывов которые мы сейчас с вами наблюдаем вот это с одной стороны отпадает энное количество функциональных таких профессий на съемочной площадке да их становится меньше нужно потому что техника многое заменяет автоматика начинает менять например вот когда я вам сказал когда человек отдельно крутит фокус конечно сейчас занимается автоматика там идет программирование специальных сервоприводов все это ну фактически роботизация определенных процессов происходит если так вот говорить микрофокировка с очень узкими функциями вот очень автоматизируется плюс кино стало цифровым плюс качество выросло и так далее и получается что с одной стороны человек один сейчас в кино в документальном или таком вот утилитарном как вот Андрей показывал или в документальном кино или в телевизионном может совмещать в себе все больше и больше функций да простите когда я работал оператором у меня камера весила 12 килограмм а штатив 7 а со мной ездила вот такая вот девочка блондинка которая там не знаю пару аккумуляторов дай она сломается были аккумуляторы я тогда себе спину вот этим потянул очень сильно а сейчас что берешь такую вот камеру вот штативчик который ты сейчас показал и ты делаешь качественную коммерческую картину было же тема когда айфон появился вот пятый когда на айфон сняли кино причем оно смотрелось нормально потому что снимает все-таки не камера а больше режиссер и оператор и то есть получается с одной стороны появилось больше возможностей у единичного человека владеющего камерой а с другой стороны на нем и ответственность больше лежит потому что ему получается приходится решать все больше и больше вопросов и на него еще давит финансовая сторона вопроса сейчас все хотят сэкономить никто не хочет посылать как раньше киноэкспедицию из пяти человек где есть звукооператор режиссер помощник режиссера оператор еще кто-то сейчас хотят послать трех человек чтобы они сделали функцию выполняли семи человек потому что чтобы сэкономить деньги на гонораре и на всем прочем и техника вроде бы это позволяет и получается что пропорционально росту возможностей технологических и росту качества современной техники растет и ответственность потому что снять пустышку очень легко техническая картинка просто сама по себе никому не интересно интересно манипуляции с ней подачи ее интерпретация ее если как бы один человек с этим справляется дай бог но как правило показывает что это маловероятно поэтому все-таки если вы так или иначе пойдете в какое-то кино более серьезно даже если вы будете делать просто коммерческие какие-то поверьте мне это все равно будет коллективное творчество вам придется привлекать специалистов более узких и просто поэтому мой опыт конкретно моего обучения тогдашний он актуален только в одном что нам пытались дать некую систему опираясь на которую мы любой новый инструмент который приходит благодаря прогрессу можем эффективно использовать то есть проблема научиться новым кнопкам и новым функциям это не такая проблема а вот проблема понять как их использовать так чтобы был результат нужный заказчику режиссеру или вам самим как заказчику режиссера в одном ключе вот этому научить гораздо сложнее и конечно же в первую очередь что я хочу сказать читайте больше смотрите литература есть и есть даже пусть вот такая вот уже немножко устаревшая смотрите классику на самом деле ключ как от фотографии смотрите побольше хороших фильмов сейчас youtube позволяет просто ну это фантастическая возможность для самообучения потому что глядя как снимают другие всегда можно поискать как даже сейчас есть очень качественные сериалы между прочим отечественные которые гораздо лучше сняты чем некоторые фильмы полнометражные я не буду называть фамилии просто конкретно так намекну что есть масса сериалов которые сняты значительно круче с точки зрения режиссуры чем любимое мной одно произведение Стругацкий мной безумно любимое которое просто превратили в какой-то парс цирк и набираете википедию как это снималось узнаете где снималось становится интересно ага как же так вот такое место превратили в западные порты я постоянно это снимаю просто интернет это просто кладезь информации надо просто уметь им пользоваться и это первый вам совет пытайтесь искать бэкграунд всего того что вам понравилось учитесь начинайте учиться с просмотра с того что смотрите как можно больше интересного смотрите как это снималось всегда про любой фильм который вам понравился голливудский вы можете найти спокойно дополнительные материалы как это снималось как делалось комментарии режиссера вот он самый кладезь из первого источника сейчас все это доступно почему просто никто это не ищет я не понимаю все концентрируются на каком-то очень узком объеме информации причем который качует как правило из какой-нибудь там статьи в статью простой очень пример ко мне очень часто обращаются за консультацией причем пытаются сколько там времени еще есть пытаются там задать вопрос космического масштаба причем хотят себе ответить на него через фейсбук например звонит пишет девочка студентка выпускница моя хорошая девочка умная все говорит Евгений вот мне надо настроить монитор как это сделать представьте себе как ответить человеку через фейсбук как настроить монитор я захожу в яндекс набираю как настроить монитор шестой ссылкой нахожу статью которая максимально адекватна с примерами которые можно загрузить ой спасибо и дальше я начал звонить друзьям ребята Учить людей, как за 100 долларов в час делать часовой курс, брать за него 100 долларов и говорить, как стать экспертом по фото за один час. И за этот час просто учить пользоваться поиском ядекс. У нас товарищи-товарищи так делают. Да, смешно то, что люди иногда просто этого не знают. Еще раз, информация, просмотр, чем больше вы будете видеть, чем больше вы будете смотреть чужих хороших работ в той области, которая вам наиболее интересна. Хотите бы заниматься документальным кино, все равно смотрите хорошие постановочные. Документалистики сейчас, у нас же есть целый пласт кино, которое называется фестиваль. Просто потрясающие фильмы документальные, которые вообще никуда не идут, потому что они не скупаются. Более того, если вам интересно документальное кино, то сейчас вообще в массовом сознании сдвиг. Все считают, что эти развернутые телесюжеты считают документалистикой. На самом деле это не кино, это развернутые телесюжеты. Понимаете? Просто вещи перестали звать своими именами, сейчас есть смешение жанров. Еще раз говорю, это не плохо и не хорошо, но просто говорю, самое главное, что у вас уже есть готовый инструмент, чтобы во всем разобраться. Это ваши собственные мозги и ваше собственное желание. Информации полно, только посмотрите сами вы, разбирайтесь с ней. Главное, как с языком, хотите выучить чужой язык, занимайтесь этим постоянно. Если вы будете раз в неделю по часу учить, то вы за пять лет его не выучите. Ну да, как раз есть такой термин, человек начитанность, а есть насмотренность. В чем плюс Андрея? Да, за что я считаю, что его курс более чем интересен, потому что Андрей практик. Слушайте практиков. Главное ведь не просто он практик, он еще умеет изложить то, что он умеет. Понимаете? Это большая разница между тем, что он приглашает человека. Мастер-класс. Ну что, человек пришел, рассказал про свое творчество. Ушел. Вы порадовались тому, что услышали. Возвратите себе вопрос, а что я теперь узнал? Да ничего. Узнали много, что я умею. Поэтому умение превратить свою практику в полезные какие-то информацию, сайты и так далее, это как раз у Андрея большая сильная черта, потому что я с ним знаком по этому вопросу уже достаточно давно. Семь лет. Начинались мы, ну не важно. Начиналось все немножко в другую сторону, баррикад вон стоял. Ну не знаю, что еще сказать такого бронесовета. Я еще хочу сказать в конце, не забывайте о том, что вот Женя сказал, что сейчас один человек объединяет много профессий. И режиссер, и оператор. А ведь в чем ключевая, ну не ключевая может быть одна из задач, когда особенно документаристика снимается, ну в моем жанре. Оператор снимает, но человек, который стоит за камерой, не смотрит. Он смотрит вокруг. Он смотрит за ситуацией в целом. Он может направлять. То есть зацикленность на чем-то это не очень хорошо. Я прихожу на объект, когда я прихожу на съемку, я трачу час времени на то, чтобы просто стоять и смотреть и просто обойти все это. Понять, кто что делает, какие процессы происходят. Вот у тебя в курсе, я помню, было такое задание, да? Стоять на одном месте и фотографировать. Ключевое задание для того, чтобы понять вообще, что как... Планируйте. Планируйте. Думайте. Не сыграть на технике, чтобы кнопки нажать, настроить быстренько. По поводу техники. Про 4К хочу сказать. Да. Знаете, да. То есть вопрос. Все говорят, нужно это или не нужно. Хорошо это или плохо. И вот тут очень интересный момент. Вот сразу было это. Что если, например, какая-то суперсложная съемка с последующей стабилизацией, гадрированием и все прочее, то 4К хороший вариант для последующей трансформации изображения. Да. Но любой, вот любой... Хорошо, сейчас я попытаюсь, сейчас одну фразу вам, некий посыл. Ключ к вашему развитию, ваша информированность. Чем более вы информированы в предмете, которым вы увлеклись, тем больше, быстрее вы будете двигаться вперед и эффективнее вы будете двигаться вперед. Про 4К. Почему я считаю, что 4К это пока что игрушка только для документальной съемки. Меня многие считают, что я не прав. Я говорю, что это игры маркетолога. Объясню почему. Вот есть формат Full HD. Какое у него соотношение в пикселях сторон? 1920 на 1080 пикселей. В свое время, когда этот формат принимался как международный стандарт, был собран огромный консорциум, куда входили все производители крупнейшей электроники. Все представители со всех крупнейших киностудий. Профессиональные операторы, гримеры, монтажеры, режиссеры. И вот выбирали все параметры этого формата. И почему-то остановились на формате, который меньше, чем даже 2 мегапикселя картинку дарил. Странно, да, ребят? Вот я в свое время еще давно-давно, я когда первый раз это увидел, а был этот формат принят, когда уже, извините, были и 4-мегапиксельные камеры уже существовали, даже любительские. Я думаю, а почему так мало-то взяли? И однажды я прочитал причину. И вот это та причина, которая вам покажет, что нами сейчас манипулируют маркетологи, а отнюдь не потребности. Киношники сказали, ребята, если вы сделаете разрешение больше, нам придется менять всю индустрию. Грима, декорации, потому что все поплывет и все будет видно. Если сейчас начать на 4К снимать фильм художественный, то придется совершенно другие стандарты применить ко всему. Включая постобработку, включая компьютерную графику и так далее. Это очень сильно удорожит. Понятно, что рано или поздно, конечно, к этому придет, потому что человеку надо все больше и больше. Ну и четче. Да, ну по три... Ну ладно, давайте называть своими именами вещи. Да? Порноиндустрия взбунтовалась. Да? Потому что там стало видно то, чего не должно быть видно. Понимаете? Что человек не должен видеть деталей. То же самое, как если вы на 4К снимете после самого лучшего голливудского гримера крупный план, вы просто не сможете его нормально воспринять. Вы не поверите в то, что это реальный живой человек. Понимаете? Конечно. Это вот простой пример. Я это знаю и поэтому я понимаю, что 4К это только технологическая возможность для последующего кадрирования, например. Ну вот если вот съемки такие. Да, да. То есть сейчас реально это съемка природы с последующим показом в виде оживших картин на хороших дорогих плазмах. В первую очередь плазмах. Причем именно плазмах. Да, да, да. Потому что только плазменные панели до сих пор обладают всей полнотой цветовой гаммы. Ту, которая вот может быть заложена в профессиональные камеры такого качества. Конечно, это может быть кинопроекция типа а-ля iMax только в электронной форме. Но на бытовом уровне погоня за 4К это абсурд. Потому что полчаса 4К видео занимают больше терабайт. Понимаете? То есть сжатого. Конечно. Я с тобой согласен. А если вы это знаете, вы не будете на этот счет заморачиваться и купите ту камеру, которая позволит вам поставить доступную для вас, но более разнообразную оптику. Оптику, стабилизация. Стабилизация. Да. Габариты. И ваши параметры носки их и все прочее. Плюс соотношение ваших возможностей с ценовой. В этом плане, кстати, беззеркалки современные это просто для начинающего киношника. Я скажу слово именно киношника, любителя. Вот надо вернуть слово кинолюбитель. Не видеолюбитель, а кино. Потому что камера со сменной оптикой это уже кинокамера, а не видеокамера. Конечно. Потому что это другие совершенно возможности визуальные. Давайте, наверное, уже закончу на этом. В общем, я рекомендую вам думать своей головой, измерять свои возможности финансовые всегда с вашими потребностями и быть максимально внимательными к информации, которую вам пытаются парить маркетолог. И у вас все получится. На самом деле самое главное это желание. Хотите этим заниматься? Будете заниматься. Хотите этим зарабатывать? Будете зарабатывать. Я еще не знаю ни одного человека, который хотел бы стать оператором или фотографом, именно хотел бы и не стал бы. Несмотря на всю конкуренцию и все прочее. Угу. Да. Все возможно. Спасибо вам. Мы с вами были целых пять дней. Мы ответили, надеюсь, на все ваши вопросы. Если что-то осталось за кадром, пишите. Я постараюсь дать свои ответы, комментарии. То, что было на почте, все посмотрели, все озвучили. Мои гости просто супер круто все рассказали. Вот. Если вам нравится этот формат, когда нас несколько в кадре, когда курс делается не одной говорящей головой, а несколькими, тоже пишите комментарии, пишите свой фидбэк. Мы постараемся делать все лучше и лучше, какие-то интересные вещи вам преподносить. Спасибо большое вам, что слушали. Спасибо, что приходите, покупаете постоянно эти интенсивы, курсы. Будем стараться в будущем делать что-то прикольное, полезное. Еще раз. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.